Итак, я представлюсь. Меня зовут Станислав Синхаускас. Мой папа литовец, поэтому мое имя сохраняет литовскую грамматику. Можете просто обращаться с Станиславом. В Америке меня зовут Сестанис, так что я уже привык, что никто не может произнести мое полное имя. Я кандидат биологических наук. Я учился во 2-м медицинском институте в Москве. Официально он называется РНИМУ имени Пирогова. Потом я учился в аспирантуре на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ. Но на самом деле я ничего не знаю про биоинженерию и биоинформатику, потому что на самом деле я работал в лаборатории в институте физико-химической биологии, тоже МГУ. И люди, которые работали в этом институте, у них аспирантура была формально на этом факультете. То есть я скорее физиолог и клеточный биолог, чем биоинформатик. После этого и в России я занимался ролью митохондрии возле почечной недостаточности. В том числе я участвовал в проекте Скалачева по созданию так называемых хонов Скалачева, которые должны были в идеале стать таблеткой от старости. Но пока, насколько я знаю, проходят испытания как лекарства от глукомы катаракты. Потом у меня был короткий постдок в Германии, где я работал над уремической кардиомиопатией. Это такая актуальная медицинская проблема, потому что большинство людей с хронической почечной недостаточностью умирают от сердечной недостаточности. Мы пытались исследовать механизмы этого. Потом я делал еще один короткий постдок уже в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, в Нью-Йорке. И я исследовал влияние ожирения на сердечную недостаточность. И сейчас я работаю в Альберт-Энштейн-Колчер-Медсин. Это тоже Нью-Йорк, Бронкс. И я работаю, у меня есть проекты, которые связаны с изучением фиброза при сердечной недостаточности. Я изучаю диабет первого и второго типа. И также изучаю влияние старения на бета-клетки желудочной железы, которые производят инсулин. Я посмотрел на самом деле несколько лекций на канале Open Longevity. И я, наверное, заранее сейчас извинюсь, что я не готов повторить уровень Калиды или уровень Литвиновы. Так что это не будет настолько фундаментально и настолько интересно. И я вначале в чате говорил, что я разберу две статьи. Но в итоге по времени я понял, что, наверное, получится только одна. Потому что я сделал еще такое-то большое вступление, чтобы было понятно, почему мне кажется, что эта статья интересная. И в конце, наверное, было бы интересно слушать комментарии, насколько это правильный формат. То есть насколько нужно пытаться статью, которую я рассказываю, как-то вписать в какую-то большую общую картину. Или наоборот, просто как бы вот с минимальным вступлением просто как бы рассказать про статью. Также еще одна вещь. Я думаю, что имеет смысл задавать вопросы прямо по ходу, если они возникают. И наконец, да, то есть как бы та статья, о которой я расскажу, я не уверен, что она прямо переворачивает представление людей о механизмах старения. Но она привлекла мое внимание, исходя из моей экспертизы. И я думаю, это одна из таких проблем биологии. Почему? Потому что, так сказать, наш человеческий мозг не способен обрабатывать огромное количество информации и, так сказать, выявлять, безошибочно выявлять всякие тенденции, паттерны и так далее. Поэтому вот какая у нас есть экспертиза, в том направлении мы и думаем обычно. Вот, и поэтому я расскажу о статье, которая рассказывает о изменении демеризации АТФ-синтаза при старении сердца. Итак, да, я хотел бы начать с того, что на самом деле старение, оно, у него есть, скажем так, подводная и надводная часть. Надводная часть заключается в тех изменениях старения, которые, ну, как бы сказать, видны невооруженным глазом, которые, так сказать, как бы очевидно проявляются. То есть это изменения в органах, например, там кожа теряет эластичность, в многих тканях увеличивается, происходит жировая инволюция, то есть как бы рабочая, то есть функциональная часть ткани заменяется жировой тканью. Вот, мы видим, как у людей с возрастом уменьшается толщина, толщина волокон скелетной мускулатуры, вот, мы видим некие постоянные изменения в физиологии, то есть люди становятся слабее, у людей нарушается зрение, происходят когнитивные нарушения, вот. Вот, но помимо вот внешних проявлений старения, есть еще те проявления старения, которые скрытые, потому что они проявляются в том, что старый организм по-другому реагирует на стрессы, по-другому реагирует на заболевания, пока организм не столкнулся с заболеванием, мы не знаем, так сказать, изменена его реакция или не изменена, вот. Вот, и это такая, скажем, подводная часть старения, вот, и на этой картинке я хотел показать, что на самом деле я не знаю, на самом деле, насколько она, вот, эта подводная часть старения, вот, я тут, для примера, вот, показал картинку сигнальных путей, потому что вот эта, как бы, неадекватная реакция на стресс, она связана с молекулярными изменениями, вот. Вот, и, то есть, может быть, что вот эти, как, вот эта подводная часть старения, она, как вот подводная часть асберга, у которого большая часть масса под водой, а может быть, на самом деле, старение больше похоже на корабль, у которого на самом деле большая часть, ну, вот, я нашел такую картинку, где примерно половину на половину, но на самом деле у корабля меньшая часть находится под водой, и надводная часть всегда обычно больше, вот, подводная. Вот, ну, как бы вот, чтобы не быть голословным, например, то есть мы видим, что с возрастом у людей увеличивается смертность от импарта миокарда, и у мужчин, и у женщин, вот, например, вот в этой статье на большой популяции китайских пациентов показана частота возникновения инсульта на 100 тысяч населения, и, например, если мы посмотрим на, скажем, цифры, да, для группы, 30-39 лет, 40-49, то есть вот это 26,4 на 100 тысяч населения, 139,1, и если мы посмотрим на частоту смертей от ишемического инсульта, опять-таки, на 100 тысяч населения, мы увидим, что, например, для группы 30-39 это 6,6 или 35,7, то есть мы видим, то есть как бы очень, ну, то есть как бы мы видим, что многие из тех, у кого случается инсульт в этом возрасте, они его подживают. А если мы посмотрим на группу людей больше 80, то есть, да, у них частота возникновения инсульта, там, 2200, и смертность тоже 2200, и, то есть гораздо меньшее количество людей в очень старом возрасте, которые сталкиваются с инсультом, переживают его, то есть организм реагирует по-другому, организм не может пережить это повреждение. То же самое, например, мы знаем про острую почечную недостаточность, в этой статье тоже на большой выборке людей смотрели на смертность от всех причин через один год после острую почечную недостаточность, мы видим, как, то есть они взяли группу людей малой же 20 как референтную, и вот hazard ratio, оно показывает увеличение вероятности, то есть вот 1.52, это значит, на 52% чаще умирают, 11, значит, в 11 раз чаще. Вот, мы видим, как с возрастом увеличивается вероятность смерти от острую почечной недостаточности, при этом, если вот опять-таки эту выборку разделить, например, по группам моложе 65 и больше 65, мы видим, что от всех смертей возрастает смертность, и от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает смертность, и от рака возникает смертность, поэтому, если мы разделим эту выборку людей по принципу CKD, хроникидный дизейс, хроническая почечная недостаточность или отсутствие хронической почечной недостаточности, то эффекты исчезают, то есть старение оказывает гораздо большее влияние на то, выживут люди после почечной недостаточности или нет, гораздо больше, чем, например, развилась у них хроническая почечная недостаточность или нет, вот, и мы, конечно, фиксируем это на животных, вот, например, в данной работе смотрели то, как происходит фосфорилирование такой кеназы, как IPK, это довольно-таки, то есть это важный белок, который регулирует многие защиты, который активирует многие защитные сигнальные механизмы в клетке, вот, и вот его фосфорилирование, при фосфорилировании этот белок становится активным, вот, начинает запускать защитные сигнальные механизмы, и мы видим, что после ишемии сердца у молодых мышей происходит сильная активация этого белка, а у старых мышей после ишемии активация этого белка гораздо слабее, и мы видим, что после ишемии миокарда сердца гораздо большая часть сердца некротизируется, вот, и на самом деле, что еще более интересно и на самом деле тревожно, вот, это то, что при старении не только происходит больше повреждения организма, не только патология принимает, развивается тяжелее, но некоторые защитные сигнальные механизмы, они перестают работать, вот, на самом деле, то есть, это хорошо исследовано для, это хорошо исследовано и показано для ишемической тренировки и схеме прикондиционинга, это называется по-английски, вот, IP или это еще обозначается IPC, вот, в чем идея, то есть, да, вот на этом графике мы видим по оси Y это давление, которое развивает сердце для того, чтобы выталкивать кровь, вот, мы берем у каждого животного значение той ишемии как базовый уровень, вот, выражаем это как 100%, и потом сердце подвергается 20-минутной ишемии, естественно, когда нет ишемии, нет кислорода, нет питательных веществ, сердце вообще не способно сокращаться, потом мы восстанавливаем кровоток, и поскольку происходит гибель клеток сердца, вот, ну, и происходят другие изменения, вот, для простоты, скажем, да, происходит гибель клеток, вот, то сердце уже не способно развивать такое же давление, как и дойшемии, вот, и у животных, у мышей среднего возраста это значение достигает где-то 50% от базового уровня, а у старых животных оно еще ниже, вот. Можно вопрос задавать? Да, да. Ну, два вопроса, первое, какого возраст молодой и старой мыши, это какие конкретно возраста, а второй вопрос, ишемии, пробовали смотреть ишемию разной длительности, например, при длительности меньше 30 минут, там, допустим, там, 10 минут или 5 минут, может быть, разница будет не столь существенна, то есть, вот, это вот, это работа не смотрели? Так, да, то есть, как обычно, в большинстве случаев, то есть, когда говорят о старых, то есть, ну, в большинстве работ, когда исследуют старых животных, обычно берут животных, близких к, ну, мышей и крысу, близким к 2 годам, вот, собственно, крысы и мыши живут чуть больше 2 лет, вот, и вот, то есть, это такие прямо очень старые мыши, которые буквально там через несколько месяцев начинают умирать, вот, насчет короткой ишемии, то есть, на самом деле, то есть, как бы, все зависит от модели, вот, и обычно, то есть, как бы люди, как бы берут, да, конечно, безусловно, как бы длительность ишемии, она влияет на то, что у нас происходит, то есть, если взять очень короткий промежуток ишемии, он может или вообще не повреждать, или, скажем, приводить к небольшому изменению, или, например, то есть, можно брать ишемию, можно сделать, например, двухчасовую ишемию миокарда, вот, ну, например, для мышей, вот, и это приведет к такой массовой гибели клеток, что мы, скорее всего, не увидим разницу между контрольными группами, то есть, для экспериментальной цели обычно подбирается такая длительность ишемии, чтобы повреждение, с одной стороны, не было слишком слабым, а другой, не было сильным, то есть, ну, вот, условно говоря, как тут, чтобы оно было 50%, чтобы мы могли увидеть, как что-то защитное, какой-то защитный механизм, какой-то, условно говоря, таблетка повышает и в то же время, например, или, наоборот, увеличивает повреждение, вот. И, так сказать, как бы, отвечая на ваш вопрос, я сразу перейду вот к ишемической тренировке. Собственно, вот на этом графике показано, что если мы перед 20-минутной ишемией сделаем, подвергнем сердце короткому промежутку ишемии буквально в несколько минут, вот, а после, как бы, да, то есть, перекроем кровоснабжение на 2 минуты, потом восстановим и потом сразу перекроем на 20 минут, то, как бы, такая короткая ишемия, она не только не повреждает, она у молодых животных активирует защитные сигнальные механизмы в клетках, и мы видим, что если без ишемической тренировки давление восстанавливало где-то до 50%, то после ишемической тренировки у молодых животных, ну, здесь пишут АДАЛ, потому что обычно для, во многих моделях, на самом деле, любят работать на мышах возрастом 2 месяца, вот, но для сердца обычно работают на мышах возрастом 4-5 месяцев, вот, и поэтому, как бы, они пишут АДАЛ, вот, и вот у вот этих, да, как бы, молодых взрослых мышей, у них восстанавливается до 80%, гораздо больше, чем без ишемической тренировки, а у старых животных, вот эта, как бы, короткая ишемическая тренировка, она никак не влияет на повреждение сердца, то есть сердце работает так же плохо, как и без ишемической тренировки, вот, у вас есть продолжение по вопросу, или я ответил? Да, спасибо, все понятно. Так, вот. А можно спросить, пожалуйста, а может пояснить, что такое ишемическая тренировка, ну, просто не будет понятно? Что? Ишемическая тренировка, что такое, может пояснить? А, ишемическая тренировка, это когда перед длительным периодом ишемии орган подвергается короткому периоду ишемии, ну, то есть как бы ишемия, это когда в орган не поступает кровь, вот, и, с одной стороны, и одновременно у органа нет ни кислорода, ни питательных веществ, и он практически не может работать, вот. И ишемическая тренировка заключается в том, что вы делаете очень короткий период ишемии, перед длительной ишемией, вот. То есть как бы в данном случае, то есть это 2 минуты ишемии перед 20-минутной ишемией, но бывают другие режимы, бывает 5 минут, 5 минут ишемии, бывает даже 10 минут ишемии, вот. А саму ишемию, ее, ну, вот, как-то искусственно вызывает, да? Да, ее вызывает искусственно, то есть это зависит от органа, который вы исследуете. Вот, например, когда я работал с почкой, то есть с почкой это делается очень легко, потому что почка получает кровоснабжение только по одной артерии, и вы просто пережимаете такой маленькой клипсой, у нее такие как бы ровные края, чтобы сосуд не повредился, вы просто пережимаете, и сердце, и почка не получают кровоснабжение. То есть, да, например, как бы для мозга это немножко сложнее, потому что, ну, как бы это опять-таки происходит по принципу, что скрывается шея, перевязывается одна из артерий, но поскольку, так сказать, мозг получает кровоснабжение из как бы разных артерий, нужно потом, когда вы на МРТ или на гистологии смотрите объем повреждения, вам нужно знать, к какой части мозга смотреть. Вот, с сердцем, с сердцем есть, вот, например, когда люди исследуют ишемию лапы, ишемию конечности, они просто перевязывают, просто шкутом перетягивают лапы, вот. Для сердца есть два метода, то есть можно на живом сердце перевязать один из коронарных сосудов, то есть расположение сердца в таком принципе, что от аорта отходят сосуды, и они сначала идут к поверхности сердца, а потом уходят внутрь сердечной мышцы. Вот, когда он идет по поверхности, вот этот маленький сосудик, вот, можно его перевязать на какое-то время, потом снять узел, и, ну, здесь опять-таки, то есть как с мозгом нужно как бы, то есть повреждать не все сердце, а только та часть, которая прокнабжалась, вот. Еще есть для сердца второй метод, который, вот, собственно, использовался здесь, когда вы, собственно, выделяете сердце, вот, вставляете в аорту, условно говоря, трубочку и прогоняете через сердце физиологическую жидкость, вот, с кислородом и с глюкозой, вот, и когда вам нужна ишемия, вы просто прогоняете физиологический раствор без кислорода и без глюкозы, вот. Вот, и, то есть, как бы, да, например, то есть, когда, и тогда у вас получается ишемия всего сердца, вот, и это хорошо тем, что, например, можно еще однопременно там вставлять катетеры в аорту и там смотреть, какое давление развивает сердце, когда оно сжимается, вот. Вот так вот. Спасибо. А вот эта вот логика сама заключается в том, что, значит, когда вы вызываете ишемию, то режим энергопотребления клетки изменяется этим, МПК, да, и поэтому, типа, важно, что у молодых, ну, значит, это белочек, там, в больших количествах, а у старых и меньших, или как? Да. Ну, собственно, да, как бы, АМПК на самом деле, как бы, чувствует соотношение между АТФ и АДФ, если я правильно помню, вот, и... АМПК, да, вот, и, собственно... АМПК, да, вот, и, собственно... То есть, противопазия АТФ и сумма АДФ плюс АМФ. Да, вот, и, да, вот, а как бы, то есть, как бы АТФ, это такая, как бы, ну, практически как, я не знаю, как, как, ну это скорее не как нефть для экономики, как деньги, вот, то есть как бы химия, то есть большинство химических реакций требует превращения АТФ в АДФ, вот, и как бы АТФ постоянно производится митохондриями и некоторыми другими арканеллами, вот, ну, для простоты, скажем так, вот, и, собственно, когда у нас энергетический дефицит, у нас вот это соотношение, с одной стороны, как бы АТФ становится мало, а АДФ и МФ становится много, тогда активируется, вот, АМПК, вот, и она запускает различные механизмы, у нее, как бы, очень много, очень много на что она влияет, вот, которые помогают, как бы, клетке справиться с энергетическим дефицитом, вот, конкретно в этой, как бы, статье, вот, например, они исследовали такую молекулу, как МИФ, вот, я помню, как бы она обсуждалась как-то в чатике, вот, и она вылезла, в каких-то, вот, исследованиях, комиксных исследованиях, связанных со старением, вот, и как раз в этой статье они показывали, что при ишемии сердце начинает экспритировать в большом количестве вот эту молекулу МИФ, и это как раз связано с АМПК, вот, и при старении, вот, то есть секреция МИФ уменьшается, и если, например, как бы, молодых ингибировать, ну, то есть если сделать темно, вырезать ген МИФа, то есть, как бы, они становятся как старые, а если старым, например, как бы, просто в кровь добавить МИФ, они будут как молодые, вот, ну, то есть, как бы, да, но, как бы, МПК, как бы, я повторюсь, на много механизмов, она влияет на аутофагию, она влияет на митохондрию, вот, на много чего. Ну, это один из главных механизмов регуляции между анаболизмом и катаболизмом, то есть это прям ключевое, ключевое белок, который, точнее, комплекс пилковой, который регулирует соотношение между анаболизмом и катаболизмом, переключение между ними, то есть запас, запасание энергии, трата энергии на общем уровне. Ну, как бы, я не специалист по АМПК-сигналингу, вот, я прям, как бы, не знаю, чувствуя говоря, влияет ли он на катаболизм, вот, но... Это считается, в хольман-рёме прописано, в хвазовой биохимии, там, в хольман-рёме, там просто целая страница посвящена этому белокону, очень важный такой, теоретически. Вот. Если я не ошибаюсь, метформин, кстати, тоже должен увеличивать фосфолирование АМПК, это один из его механизмов действия. Вот. Возвращаясь к шимическому прекондиционированию, вот, то есть вот это, как бы, вот, когда мы делаем вот эту короткую шимическую тренировку перед длительной шимией, это является, ну, как бы, на самом деле, это было показано очень давно, вот, я не знаю, там, может быть, чуть ли не 20 лет назад, вот, и потом, как бы, этот результат, он воспроизводился, ну, почему, то есть, как бы, да, мне хочется об этом рассказать, потому что это такой, как бы, очень такой важный механизм, то есть, как бы, он был показан на сердце, он был показан на почке, он был показан при шимии мозга, при шимии, как бы, очень многих органов на разных видах, и даже было показано, что, как бы, это работает на людях, я об этом расскажу чуть позже, вот, и, как бы, хорошо исследованы его сигнальные пути, вот, и разработаны различные молекулы, лекарства, которые, как бы, способны вызывать такой же эффект, но без шимической тренировки, вот, и то, что он исчезает при старении, это такой, очень, как бы, тревожный знак, как бы, тревожный знак для исследователей, потому что, на самом деле, то есть, мы же, в большинстве случаев, мы исследуем наши сигнальные механизмы на молодых животных, а в клинике врачи очень часто сталкиваются со, как бы, со старыми пациентами, вот, и поэтому это такой очень тревожный знак, который показывает, что, может быть, многие интервенции, которые мы предлагаем для лечения людей, они не будут работать, потому что старение влияет на это, вот. Вот, в этом обзоре, например, они собрали большой пул статей, где исследовалось, как влияет ишемическое прекондиционирование на разных видах, вот, на молодых и старых животных, и в большинстве работ показано, что здесь негативный эффект старения, вот, старение уменьшает защитный эффект ишемического прекондиционирования, вот, интересно, что это можно видеть на людях, вот, здесь мы видим сравнение смертность от инфаркта миокарда среди людей среднего возраста и пожилых, и черный столбик – это смертность людей от инфаркта миокарда, у которых не было приступа стенокардия перед инфарктом, а белым – смертность людей, у которых были приступы стенокардии перед инфарктом миокарда. Стенокардия – это сильная боль, которая возникает от того, что нарушается кровообращение сердца, вот, и, на самом деле, ну, если люди, например, страдают ишемическую болезнь сердца, то есть у них атеросклероз, очень сильно выраженный атеросклероз, который приводит к тому, что просвет сосудов, в том числе коронарных сосудов, которые снабжают сердце, они сужаются, вот, и у них бывают приступы стенокардии, потому что, например, в результате, там, какого-нибудь, например, эмоционального стресса сосуд еще дополнительно сужается, а поскольку просвет очень маленький, в результате нарастания атеросклеротической бляшки, то происходит ишемия, вот, и она может быть очень кратковременной, буквально несколько минут, она сопровождается очень сильной болью, вот, но при этом не приводит, на самом деле, к развитию, собственно, некроза в мышечной ткани, вот. И мы видим, что, и, по сути дела, то есть это, как бы, это является такой вот природным аналогом ишемического прекондиционирования, ну, и, собственно, то есть люди, которые занимаются ишемическим прекондиционированием, они говорят, что в ишемическом прекондиционировании, вот, есть такой вот, как бы, эволюционный смысл, что, поскольку там часто случается, что, вот, ишемические повреждения, они предваряются короткими периодами нарушения кровотока, и поэтому, как бы, логично, что, как бы, организм научился использовать это, вот. И мы видим, что смертность между... у людей среднего возраста, у которых была синокардия, то есть, ну, было, по сути дела, ишемическое прекондиционирование, просто в разы меньше, чем у людей, у которых миокард случается, вот, без предварительности синокардии, вот. А у пожилых людей, вот, у них нет этой разницы, вот. Конечно, как бы, на самом деле, к этому исследованию можно подраться, потому что, так сказать, как бы, да, то есть, как бы, может быть, здесь еще, как бы, разница в этом эффекте, она, может быть, еще, конечно, связана, скажем так, социально, потому что, скажем, люди, у которых есть синокардия, они уже есть синокардия, они готовы к инфаркту, и они более чутко, так сказать, реагируют, раньше вызывают скорую, но вполне может быть, что... ну, то есть, здесь может быть, на самом деле, и какой-то не только биологический эффект, но мне кажется, это довольно-таки интересно, и это находится в линии с экспериментами на животных. Я, собственно, исследовал то, как старение влияет на шемическо-прекондиционированные почки, и оказалось, что происходит то же самое, что в сердце. Здесь мы видим концентрацию по оси Y, концентрацию маркера почечной недостаточности после шемии в молодых прысах. Он возрастает, почка работает хуже. Если было шемическое прекондиционирование, то функция почки гораздо лучше. У старых животных это не работает. И еще я сравнивал крыс-линии Вистер, такая стандартная линия крыс, линия крыс-оксис, у которых есть преднаки преждевременного старения, и у них тоже шемическое прекондиционирование не работает. И еще я смотрел, как влияет ограничение калорийности. Я делал так, что я сокращал, это такое было короткое, очень кратковременное ограничение калорийности на двое суток, за двое суток до операции, в течение которой я делал ишемию почки. То есть у животных, животным давалось или 25% от привычного рациона, или 35%. И в молодых животных вот такое, ну почти что голодание вот за двое суток до ишемии эффективно предотвращало развитие почки недостаточности. в крысах возрастом 12 месяцев, то есть примерно половина жизни работала, но не так сильно, и в старых уже как бы этой разницы практически не было. То есть как бы, ну она есть, но статистически недостоверна. Но я не математик, вот, поэтому я в эти там пи-звездочки, ну не знаю, я просто их считаю, но не знаю, насколько, как это работает. Для меня это магия. Вот, но здесь как бы звездочки получались, а здесь уже не получались. Вот, и почему, собственно, я буду рассказывать об АТФ-синтазе, потому что ишемическое прегондиционирование связано с таким феноменом, как, в английском это называется, mitochondrial permeability transition pore, и это сокращается как MPTP. По-русски это вообще труднопроизносимая вещь, метахондриальная пора, перехода к состоянию проницаемости, вот, поэтому я буду просто говорить MPTP. И смысл заключается в том, что, ну вот, у нас есть клетка, в клетке есть много различных, ну как будто бы маленьких органов органелла, вот, и одна из них метахондрия, вот, которая выполняет много функций, она производит энергию, вот, она синтезирует белки, в которых вставлено железо, вот, она метаболизирует черные кислоты, в общем, делает много чего полезного. Вот, и метахондрия, она, это двухмембранная органелла, у нее есть внешняя мембрана, вот, как бы на этой схеме здесь, на этой схеме здесь, у нее есть внутренняя мембрана, вот, на этой схеме она здесь, вот. Вот, и внутренняя мембрана, она по своей площади, она гораздо-гораздо больше, чем внешняя мембрана, то есть это потому что химические реакции, которые позволяют метахондрию дышать и производить энергию, они происходят, собственно, на внутренней мембране, вот. Вот, на самом деле это похоже на то, как если у нас есть маленький шарик, вот, а в него, и он надут, и в него мы положим большой-большой-большой шарик, но он будет сдутый, вот, и он образует вот много-много складок, вот это похоже на Э, вот, наверное, как так выглядит метахондрия. Вот, и метахондрия работает за счет того, что у нее есть так называемый фермент, у нее так называемая дыхательная цепь, вот, которая получает электроны, ну, там, от определенных химических реакций, вот, эти электроны перебрасывают с одного комплекса на другой, и вот это переброс электронов, он позволяет одновременно этим молекулам перекачивать протоны, вот. Вот, ну, то есть, да, это как бы водород без электрона, то есть, по сути дела, атом водорода, самый, так сказать, распространенный химический элемент в нашем организме, в нашей Вселенной, вот, его очень много, поэтому, вот, его удобно использовать для каких-то таких процессов, вот, и его перекачивают через мембрану, вот, сам он через мембрану не способен проходить, вот, и в итоге у нас вот между мембранами концентрация протонов становится гораздо выше. чем в матриксе, вот, а, как бы, молекулы, они, как бы, все стремятся, так сказать, от того, где их много, перетекает туда, где их мало, вот, и АТФ-синтазы это используют для того, чтобы делать АТФ, вот, который затем используется как такой, как такая валюта для белков, вот, который делает химические реакции при помощи АТФ, вот. вот, и протоны, так, прошу прощения, протоны проходят через канал АТФ-синтазе внутрь, в матрикс, вот, и за счет этого АТФ-синтаза она поворачивается, вот, и делает АТФ, вот, и таким образом производится энергия, вот, вот, а также митохондрия, она, как бы, все в матриксе накапливает кальций, в митохондрии концентрация кальция больше, чем снаружи в цитоплазме, вот, вот, а еще внутри митохондрии есть белки, которые вызывают программированную, запрограммированную смерть клетки, вот, и пока нет митохондрия, клетка не умирает, вот, вот, ну, это такая, как бы, интересная вещь, то есть, вроде бы, как бы, митохондрия, как бы, вроде бы, как бы, симбионт, вроде бы, как бы, она полезна для клетки, вроде бы, это такой вот, такой партнерство между клеткой и митохондрией, но в то же время, вот, митохондрия всегда держит, так сказать, внутри себя, на готове пистолет, и, если что, вот, как бы, готовы угрожать клетке, вот, Представляете, пистолет в песку и говорит, ну давай, делай что я хочу, иначе я тебя убью. На самом деле атефситазы могут считывать поддельность, как я здесь нарисовал, но чаще они образуют димеры, то есть как бы вот две молекулы слипаются вместе, я не стала рисовать, как они слипаются вместе, потому что я не мультиарный биолог, я, честно говоря, не знаю деталей того, как они вместе слипаются, и поэтому, чтобы не ошибиться, я не стал прямо рисовать слипающимися. И в определенных патологических ситуациях вот эти как бы слипшиеся атефситазы, они так меняют свое расположение друг относительно друг к другу, что они как бы рвут мембрану между собой и образуют такую большую дырку. Вот, и это приводит к тому, что все вот эти вот градиенты протонов, кальция, вот, они все теряются, потому что протоны начинают свободно возвращаться в матрикс, вот, и в результате как бы атеф не делается в результате этого процесса, потому что они просто проходят через вот эту дырку в мембране, грубо говоря, а не через атефситазу. Вот, кальций возвращается обратно в цитоплазму, вот, и еще это связано с тем, что вот этот внутренний, условно говоря, шарик, внутри вот этот большой изнутый шарик, он начинает наполняться, вот. Вот, и он в итоге рвет внешнюю мембрану, вот, ну, если здесь как бы, если здесь присутствуют или будут меня слушать люди, которые занимаются митохондриологией, они, конечно, будут в ужасе от настолько простых объяснений, но в первом приближении это можно описать так, вот. Вот, там на самом деле все, в организме все очень-очень сложно, недаром у нас 20 тысяч генов, которые там делают десятки тысяч разных белков, вот. Вот, но как бы в первом приближении можно, так сказать, описать так, и в итоге, то есть, как бы митохондрии просто, ну, как бы просто рвутся, и они больше не способны выполнять свою функцию, они не способны производить энергию, потому что больше нет градиента, весь, как бы, кальций вывалится в цитоплазму и начинает активировать те молекулы, которые он должен, не должен активировать, вот, и, так сказать, в самом плохом случае пропоптотические белки, которые вызывают апоптос, это запрограммированные гибель клетки, вот, пропоптотические белки, они тоже вываливаются наружу и запускают гибель клетки. И, собственно, вот, как бы, и вот это называется, вот, когда АТФ-синтаза просто сгенерирует АТФ, это называется состояние МПТП закрытое, закрытое МПТП, closed. Вот, а когда АТФ-синтаза, вот так у меня есть расположение, АТФ-синтаза так у меня расположение друг относительно друг друга, что вот они в итоге разрушают митохондрию, вот, то это называется открытое состояние МПТП. Вот, ну, как бы, собственно, вот мой российский захлап, он в свое время показал, что на самом деле, вот, и, как бы, ишемическое прекондиционирование было показано, что ишемическое прекондиционирование, вот, короткий период ишемии, они приводят к тому, что АТФ-синтазом гораздо сложнее изменить свою информацию и перейти в состояние открытого МПТП. Вот, и, собственно, то есть, как бы, два основных, как бы, триггера, которые открывают МПТП, это активные формы кислорода и, собственно, перегрузка кальцием, вот, и то, и другое как раз происходит во время ишемии. Вот, и, как бы, ишемия, она провоцирует переход АТФ-синтаз в состояние открытого МПТП, и это, как бы, один из ведущих механизмов повреждения гибели клеток при ишемии, при ишемии и после ишемии. Вот, и, вот, и, например, как бы, да, мой захлап, он показал, что, на самом деле, большое количество молекул, которые защищают сердце от ишемического повреждения, они действуют, в том числе, на кинозогликогеносинтазы 3-бита, вот, а кинозогликогеносинтазы 3-бита, она, собственно, вот, ингибирует открытие МПТП. Вот, или, например, вот, как здесь показано, вот, в более поздней работе, вот, показано вот этот механизм, то есть кинозогликогеносинтазы, она фаскулирирует циклотилин D, который является, вот, собственно, той молекулой, которая меняет, вот, пространственное расположение АТФ-синтаз друг относительно друга, вот. Вот, ну, вот здесь это как-то более наглядно показано, вот это АТФ-синтазы, вот они, как бы, раздвигаются и делают вот эту дырку, вот. Ну, причем, то есть, как бы, гликогеносинтазы, она влияет на, как бы, вот тут она, она влияет на много сигнальных путей, она, как бы, является, очень, как бы, одним из важнейших регуляторов МПТП. Вот. И, собственно, вот поэтому, то есть меня заинтересовала вот эта статья 2012 года, в которой было показано, что старение приводит к нарушению в демеризации АТФ-синтазы в кардиомиоцитах. Вот. В этой статье они сравнивали сердце мышей в возрасте 6 месяцев и мышей в возрасте 24 месяца, то есть, как бы, очень-очень старых. Вот. Собственно, здесь мы видим электронную микроскопию, то есть, это, ну, это приближение, это увеличение, по-моему, в тысячи раз или даже в десятки тысяч раз. То есть, мы видим то, что происходит прямо внутри клетки. Вот. То есть, вот, как бы, один этот квадратик, это маленькая часть самой клетки. Вот. И мы видим, вот, митохондрии, они располагаются между саркомерами, которые, собственно, обеспечивают активный миозин, который сдвигается вместе и клетка сокращается. Вот. И, собственно, как бы, они обеспечивают это сокращение. То есть, для этого сокращения нужно, например, и кальций, и АТФ. Вот. Вот. И, как бы, митохондрии постоянно делают много АТФа для того, чтобы он, для того, чтобы вот это, как бы, реакция сокращения произошла. И в том числе, то есть, они выбрасывают накопленный кальций, вот, а потом мы быстро его забирают обратно. Вот. И тоже поэтому MPTP плох, потому что если митохондрия не будет забирать обратно кальций, то саркомеры, они останутся вот в этом сжатом состоянии. То есть, как бы, они не разойдутся обратно, и, как бы, клетка не расслабится. Вот. Ну, вот. И, то есть, как бы, вот, можно увидеть, что есть и, вот, изменения ультраструктуры. То есть, они становятся, митохондрии становятся короче. Вот. Вот эти складочки, они называются кристы. Вот. Их становится немного меньше. Вот. И что очень важно, на самом деле, вот, изменяется, то есть, они становятся, вот, этот угол кристы. Он становится более широкий. Вот. И это такой тревожный знак, потому что, на самом деле, вот, как бы, тефсинтазы, они, вот, как бы, вот, вот здесь, 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 вот, вдоль кристына сидят дыхательные цепочки, а айтексинтазы, они находятся здесь. Вот. И, вот. Вот. Так. Дальше сейчас будет иллюстративный слайд, потому что, объясните, потому что в этом исследовании они сравнивают так называемые субсорколемальные митохондрии и митохондрии, которые, это интерфибрилл митохондрии, и митохондрии, которые находятся между миофибрилами. Вот. Это, опять-таки, электронная микроскопия. Вот. Вот. И здесь, на самом деле, это мышцы скелетной мускулатуры. Вот. Вот. Ну, то есть, как бы, она отличается от сердечной мышцы тем, что, вот, видите, в сердечных мышцах митохондрии очень много, потому что сердечные мышцы сокращаются постоянно. Скелетная мускулатура не сокращается настолько часто. Ну, по крайней мере, вот, как бы, там мышцы, из которой сделаны «электро» — это фотография, то есть здесь мышцы сокращаются не так часто, потому что мы видим, что митохондрии немного. И вот субсорколемальные митохондрии – это те митохондрии, которые лежат между вот этими саркомерами, которые, собственно, сокращаются. А это границы клетки. То есть вот это мембрана клетки, здесь межклеточный матрикс. Вот эти, кстати, вот эти точки – это не просто точки, это на самом деле коллаген, который как бы срезан вдоль узкой оси. Это вот такие пучки, которые вот так вот срезаны, поэтому мы видим точками. Они могут и такими полосочками лежать. Вот здесь вот мы видим другую клетку, начинается. Вот здесь мы видим митохондрии, миофибрилы и между ними митохондрии. И то есть они сравнивали митохондрии, которые лежат у границы клетки, митохондрии, которые находятся между миофиламентами. И вот эти клетки, митохондрии между миофиламентами, они как бы важнее, потому что сокращение происходит очень быстро. И нет времени ждать, пока АТФ доплывет до саркомеры. Нам нужно, чтобы АТФ выработался и сразу здесь использовался. Вот. И, собственно, что они делали? Они смотрели, то есть они выделяли АТФ в сарказы. Вот. И дальше есть такой метод, когда вы загружаете ваши белки в гель, который, по сути дела, состоит из большого количества дырочек, через которые как бы молекулы могут проваливаться, но как бы вот проваливаются медленнее. И чем как бы вот больше молекулы, тем она медленнее проваливается. И то есть вот как бы чем ниже свалилась молекула, тем она меньше. И плюс они в этот гель добавили АТФ, потому что на самом деле АТФ синтаза, она может как бы работать в двух режимах. Она может из АТФ делать АТФ, вот. А может, наоборот, из АТФ делать АТФ и выкачивать протон наружу. Вот. И в этот гель они еще добавили АТФ, вот. Вот. И черные полосы показывают, на самом деле, не количество белка, который вот застрял на этой высоте, вот. А они показывают активность этого белка. Вот. И мы видим, что нет разницы. Вот. И мы видим, то есть вот эта активность мономеров АТФ синтазы. То есть когда вот просто одна вот эта молекула. Здесь мы видим, на этой высоте мы видим активность димеров АТФ синтазы. Собственно, когда вот они вдвоем выделились. Вот. И здесь уже олигомеры. Вот. Их уже как бы вот могут быть разные комбинации. Вот. Там три, четыре. Вот. И мы видим, что, ну, то есть, во-первых, активность АТФ синтазы из межфибриллярных митохондрий, она гораздо выше. Вот. И при этом у молодых животных она выше, чем у старых. То есть вот эти черные полоски, мы видим, что как бы они жирнее. Вот. И как бы они это посчитали, вот. И получили, что активность димеров и олигомеров, она ниже при старении. Вот. А мономеров как раз выше. Вот. То есть происходит нарушение соотношения активности между мономерной и димерной формой АТФ синтазы. Вот. Дальше они это показали при помощи такого визуального метода, когда берется одно антитело на АТФ синтазу, другое антитело, которое тоже узнает АТФ синтазу. И если как бы эти два антитела, они находятся рядом вместе, то они дают визуальный сигнал, такую красную точку. Если они не находятся слишком близко, то они не дают. Вот. И мы видим, что в карте миоцитах из молодых животных у нас много-много-много этих точек, много димеров АТФ синтазы. А у старых мы видим, что этих димеров гораздо-гораздо меньше. Вот. И можно предположить, что это связано с тем, что у нас становится меньше самой АТФ синтазы. Вот. Потому что просто как бы, да, у нас одинаковое соотношение мономеров с димером. Вот. И просто если бы у нас просто меньше всей АТФ синтазы, то и как бы у нас и димеров будет меньше. Но как бы они сравнивали соотношение различных субъединиц АТФ синтазы, потому что, опять-таки, вот здесь вот она вот так вот нарисована. То есть это на самом деле для того, чтобы собрать АТФ синтазу, нам нужна активность сразу многих генов. То есть с большого количества генов, там чуть ли не несколько десятков генов, синтазируются отдельные белки потом, которые вместе соединяются вот в такую сложную структуру, в такую сложную молекулярную машину. Вот. Простите, а значит, вот эти гены, это в митохондриальной ДНК, ну, в смысле, в кольцевой ДНК они содержатся, или это в ядре клеточки, они туда диригированы? Да, хороший вопрос. Вот. По-моему, один или два гена, ну, по-моему, несколько генов, я не помню точное количество, несколько генов субъединиц АТФ синтаза находится в митохондральной ДНК, но большая часть вот субъединиц в митохондральной ДНК, она синтазируется в ядре, она закодирована в ядре. Вот. Вот. И то есть вот эти как бы отдельные белки, они называются субъединицами. Вот. И то есть вот если смотреть на различные субъединицы, мы видим, что их количество не меняется. Вот. Еще очень интересно, что не меняется количество такого белка, как ОПА-1. Это такой очень важный белок, который, вот если мы вернемся в схеме с крестами, он на самом деле вот образует что-то вроде молнии застежки. То есть вот он торчит с одной стороны, с другой стороны, и эти два белка цепляются друг за другом, и как бы они позволяют, то есть они, собственно, образуют вот эту морфологию креста, вот эти узкие-узкие выросты, вот эти такие как бы вот чешки. Вот. И то, что у нас не меняется количество при старении ОПА-1, вот, это говорит о том, и поскольку, да, и поскольку АТФ-синтазы, они в основном находятся вот тут вот на углу креста, то если, например, у нас будет меньше ОПА-1, и у нас как бы вот хуже будут стягиваться кресты, то как бы вот АТФ-синтазы, условно говоря, могут просто вот физически растягиваться. И то, что у нас сохраняется одинаковое количество ОПА-1, это говорит о том, что, скорее всего, как бы вот проблема именно первична в самой АТФ-синтазе, а не в каких-то других вещах, которые могут влиять на нее. Вот. А еще вот... Да. Такой вопрос, Владимир, а структура к риску, значит, метахомерий старых молодых животных, она одинаковая или, так сказать, у старых там как-то оно меньше площадь поверхности? Да, это показано, на самом деле, во многих работах, то есть это, на самом деле, не первая работа, где они показывали, но да, то есть и количество крест уменьшается, вот, и... Ну вот визуально можете посмотреть, то есть насколько вот здесь плотно упакованы метахомерии, и как, то есть вот видно, что у нас попадается много метахомерий у старых животных, где прямо вот большие куски белого пространства. Вот. И, собственно, мы опять-таки вот видим, что у молодых животных крести действительно вот чуть более узкие, чем у старых животных. Пока, да. То есть, да, происходит изменение ультраструктуры метахомерий, безусловно, в растарении. Вот еще немного... на протяжении всей жизни более-менее постоянно останется. Вау, хороший вопрос. Я не знаю, надо посмотреть по статьям. Вот. Не знаю, вот. Я могу посмотреть и написать тогда, в каком... Да, могу во все чайчики написать. Вот. Вот Open Logivity. Да, хороший вопрос, я не смотрел, вот, известно это или нет. Вот. Это вопрос касается любых, экспрессии любых белков, которые связаны с сигналами вот этой системы. То есть тут, как бы, может быть, не конкретно GSC3, а что-нибудь там типа IKT, IKT, там, еще что-то. То есть любой, или PKC, тот же самый белок. То есть тут вариация, может быть, на любом уровне, по большому счету. Конечно, надо проверять. Да, ну, как GSC3, она, на самом деле, регулирует еще много других процессов, вот, из, собственно, киназогликогенсинтазы, вот, и вот. И она еще связана с сигналингом бета-котенина, который тоже очень важен. Я очень смутно про него знаю, но вот прямо, то есть он считается одним из ключевых. Вот, и, как бы, я, на самом деле, ну, то есть, как бы, то есть моя гипотеза, то есть надо, конечно, посмотреть по статьям, но моя гипотеза, что не должно как-то сильно меняться с возрастом экспрессии самого белка, то есть он действительно меняется на уровне регуляции скорее. Ну, насколько я помню, вот, по дазу, вот, как-то, я, конечно, не смотрел внимательно, но, по-моему, часто 3 бета не попадает вот в эти 42 золотых гена, вот, по датам по базам данного OpenLongevity. Так, вот, еще также не меняется экспрессия ингибитора АТФ-синтазы, вот, который связывается с АТФ-синтазой, ингибирует ее. Вот, и, собственно, вот в этой работе они исследовали протеом АТФ-синтазы, вот, и они обнаружили, что целый ряд субединиц, они демонстрируют повышенный гликировый, гликирование при старении, то есть вот красненький, вот, когда цвет уезжает в красный, это значит, у нас гликирование становится больше, когда у нас синький гликирование становится меньше, вот это столбик для молодых, это столбик для животных, и вот, на самом деле, вот, лучше всех, на самом деле, различные, вот, альфа-субединицы, она демонстрирует очень сильное увеличение гликирования, вот, и, то есть, как бы, не все, конечно, субединицы гликируют, но, то есть, когда они суммарно посчитали, то есть, видно, что в целом субединицы АТФ-синтазы, они больше гликируются при старении, чем у молодых, вот, и, то есть, они, опять-таки, это показали методом колокализации, только здесь одни антитела, то есть, как бы, да, здесь смотрят на колокализацию антител против АТФ-синтазы и колокализацию антител против МЕЙЧ, то есть, вот, ЭЙЧ – это КПК, конечный продукт гликирования, АЭМ – это какая-то из их разновидностей, вот, я, честно говоря, не запомнил, я не большой специалист в гликировании, вот, поэтому я не запомнил, вот, но, вот… – Это, конечно, на основе метилглиоксали. – Окей, хорошо, что у нас все специалисты здесь, вот, и мы видим, что у молодых животных колокализация между вот МЕЙЧ и АТФ-синтазы гораздо более редко, чем у старых животных, вот, и, то есть, они это подтвердили различными методами, и, в целом, то есть, вот, например, здесь показано просто, в целом, насколько много, они считали, насколько много вот этих МЕЙЧов и, как бы, просто их количество растет, а, так сказать, количество, ну, вот, например, с единиц Альфа не меняется, вот. Вот, и, так, они еще сравнили то, как дышат метахондрии, вот, субсеркалимальные, и, вот, между ними не было разницы, между молодыми и старыми, а метахондрии, вот, межфибриллярные, в которых как раз нашли вот эти нарушения, изменения гликирования АТФ-синтазы, они дышат хуже, вот. Вот, и, например, и, наконец, самое главное, то есть, они померили то, как быстро метахондрии переходит в состояние открытой МПТП, вот, и, то есть, да, как я говорил, есть два основных, есть два основных способа открыть МПТП, это устроить окислительный стес в метахондрии или завалить ее калеком, вот. Вот, они попытались себе, то есть, как бы, вот, они получили хорошие результаты, когда они активировали кальцием, они еще активировали, они пытались открывать МПТП с помощью активной формы кислорода, но, честно говоря, как бы они это сделали таким кривым методом, что я сейчас не верю, вот, тому результату, который они показали на активной форме кислорода, вот, поэтому я не стал его показывать, вот, очень кривой метод, вот, но вот с открытием МПТП кальцием, они используют традиционный метод, когда, вот, этот белок, он показывает интенсивность количества кальция, вот, и мы добавляем кальций, метахондрии его забирают, вот, портисцензий белка становится выше, потом они его немножко, там, перекидывают эндоплазматический ретикулум, вот, ты добавляешь еще кальций, они опять забирают, опять его перекидывают эндоплазматический ретикулум, вот, и, то есть, да, вот, например, если ациклоспорин, это вещество, которое, вот, прямо действует на, оно действует прямо на самый-самый конечный регулятор МПТП на циклофилинде, и когда у нас есть циклоспорин, когда мы добавляем циклоспорин А, прямо МПТП очень трудно открыть, прямо, очень трудно, вот, и вот, как бы, да, вот мы это видим, у нас добавлен циклоспорином, добавляете, добавляете, добавляете кальций, и ничего не происходит, то есть, как бы, вот, митохондрия выходит на некий стади-стейт уровень, вот, берут кальций, перебрасывают в эндоплазматический ретикулум, опять собирают кальций, перебрасывают в эндоплазматический ретикулум, а вот, если у нас не заингибированный МПТП, то мы видим, что вот эти пики становятся все меньше, 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 кальций становится все больше, 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 и потом, в конце концов, кальций становится так много, что МПТП открывается, вот, и мы видим, такой вот, как на кардиограмме, выходит напрямую. И опять-таки в субсорколемальных метахондриях никакой разницы нет между старыми и молодыми, они примерно одинаково выходят на открытие поры. А вот в межфибриллярам, где как раз есть проблемы с лектированием и с демеризацией АТФ-синтазы, мы видим, что старые метахондрии уже перестали забирать кальций, а молодые все еще делают, есть разница. Они считали количество пиков, и видно, что количество добавлений кальция, которые молодые метахондрии способны, с которыми способны работать, больше, чем у старых. Мне кажется, эта статья дает ответ на вопрос, может давать один из ответов на вопрос, которым занимался я, которым занимались другие люди, что почему при старении у нас перестает работать ишемическая тренировка и, возможно, не будут работать на старых пациентах препараты, которые воздействуют на кинозу гликоген-синтазы или которые воздействуют на, например, то есть, понятно, что, например, в АКТ у него есть другие защитные механизмы, помимо воздействия на кинозу гликоген-синтазы, но там, если наш препарат воздействует на АКТ, то его защитный эффект может уменьшаться, потому что вот эта часть механизма будет не работать. По всей видимости, это связано с тем, что старение приводит к увеличению гликирования во всей клетке в целом, и в том числе увеличивается гликирование АТФ-синтазы, и MPTP становится более способной к открытию, чем у молодых животных. Так, вот, я закончил свой доклад, я оставлю, наверное, на этом слайде, вот, и я буду ответить на ваши вопросы. Да, в общем, наверное, получилось очень долго, но я постарался рассказать это так, чтобы было понятно людям, которые не имеют специального образования, не знаю, насколько у меня получилось. У меня такой организационный вопрос, это, а можно тебя попросить подготовить 10 вопросов по докладу, вот для, потому что на самом деле основное это количество людей придут потом, и чтобы закрепить материал, поняли или не поняли, мы вот такая история, чтобы у нас получилось не просто обсуждение, но пока что, уже и целая лекция, доклад, и было бы хорошо, если бы мы подготовили, ну, какое-то количество вопросов, да, и людям будет тогда, они могут перематывать, смотреть, там, может быть, какой-то дополнительный материал смотреть, и тогда у нас закрепится материал, там, для нескольких сотен человек. Хорошо. Хорошо. Вопросы, предложения, комментарии, то есть можно как бы по форме доклада, то есть как бы я, ну, вот начал, и как бы, я не знаю, вот мы хотим, чтобы журнальный клуб, наш журнальный клуб выглядел так, или как-то по-другому, то есть как бы можно вопросы и по науке, и по, как бы, организации задавать, комментировать тоже. Я хочу сказать, Виктор, спасибо, действительно очень хорошо ты все рассказал, рассказал, и прямо, то есть, мне кажется, доступно и тем, кто не очень хорошо в биологии и конкретно в глиточной биологии понимает. У меня такой вопрос, может быть, я пропустила в самом начале, ты упоминала или нет, вообще, есть ли, то есть здесь у нас работа про гликирование Т-паза, вообще, есть ли работы по гликированию в метахондриях, как вообще это все исследовано, или вообще оксидативный путь и связь его с гликированием? Я не знаю, честно говоря, для меня, на самом деле, как бы, вот, я, так сказать, гликирование для себя открыл очень недавно, и я, на самом деле, вот, не знаю, я не смотрел, вот, в эту сторону, не двигался, не знаю. Понятно. Комментарий можно сказать? Да, конечно, да. Ислительный стресс сильнейший, сильнейшим образом связан с гликированием. В принципе, само по себе гликирование повышает продукцию активных форм кислорода до 50 раз, но при этом и активные формы кислорода способны усиливать сам процесс гликирования. Даже есть такой термин, который формируется, ну, скажем так, его называют гликоксидацией. Это когда процесс оксидации и гликирование сочетаются в единый поток. Так что это очень связанные вещи. В митохондриях можно ожидать этого, учитывая высокоинтенсивный процесс образования потенциальных, свободных радикалов, активных форм кислорода и так далее. А вы в своей лекции говорили, что есть на самом деле внутриклеточные ферменты, которые как-то делают гликирование внутриклетки обратимым. То есть можете подробнее рассказать? То есть, может быть, проблема на самом деле в том, что экспрессия этих ферментов, она, может быть, уменьшается при старении, поэтому у нас происходит накопление гликирования АТФ-синтаза. Эти ферменты, они, это дегликазы и глиоксалазы, первые способны отрывать ранние продукты гликирования от белков, а вторые способны инактивировать метилглиоксаль, трансформируя его в лактат. Но эти ферменты, они, несмотря на внутриклеточное расположение, я не слышал, чтобы они работали в митохондриях. Возможно, просто проблема в том, что митохондрии, хотя и внутриклеточная структура в какой-то степени изолирована от клеточной среды, внутриклеточной среды, не в этом дело. Но сам факт интересный, конечно. А вообще, ну, то есть... Были ли работы по тому, как тогда их можно протащить, наверное, все равно сквозь митохондрии. То есть, да, там внутренняя мембрана не очень проницаемая, но АТФ-фаза сидит на внутренней мембране. Интересно, на какой части АТФ-фазы случается гликирование? На внешней, на внутренней? Потому что, наверное, ну, вот в межмембранное пространство... Там говорили об мембране, это какая она, внешняя, внутренняя? Вот, это хороший вопрос. Я, ну, смотрите, на самом деле, то есть они вот в этой работе, вот эти буковки, это же, ну, вот аминокислоты, и они показывают, какой аминокислоте, собственно, вот в каком месте каждой субъединительной АТФ-синтазы присоединено, то тот или иной группой гликирующей. Вот, и я думаю, что просто как бы я не молекулярный биолог, и я как бы вот никогда не, так сказать, как бы вот не задавался вопросом, но я думаю, что вот как бы можно вот понять, вот, потому что мы знаем, какая часть, какая субъединительная АТФ-синтаза куда торчит, вот, и вот, наверное, можно действительно посмотреть, то есть это происходит больше с той частью АТФ-синтаза, которая торчит своим концом в межмембранной пространстве или в матриксе, вот, ну, надо просто вот заморочиться и посмотреть. Это будет, конечно, предположением, но может быть именно пространственное расположение этой субъедницы влияет на ее большую гликированность. Также обращу внимание, что ведь этот, скажем так, фермент, он недолгоживущий, то есть с возрастом гликирование гликирование именно интенсифицируется, это не накопленные КПГ, это именно интенсификация гликирования, то есть есть какая-то первопричина, которая привела к интенсификации этого процесса. Которыми как раз могут быть, например, активные формы кислорода. Которых стало больше с возрастом. Ну да. Они могут контролировать, то есть эти процессы просто некие, в моем представлении, это не единый процесс, который как бы отвечает и за увеличение РОСов, на активную форму кислорода, так и за гликирование. Да. То есть это первооснова должна быть, по идее. Ну то есть активная форма кислорода, кстати говоря, вот тоже интересный вопрос по поводу, вот я знаю, что вы сказали, что вы работали группе с Кулащевой, там недавно была хорошая работа, но в принципе так это довольно известный факт, что в целом деполяризация мембраны, митохондрии, то есть снижение тем самым синтеза ТФ, по идее, как бы оно благотворно влияет на старение, то есть старение не дляется. Вот, соответственно, вот очень интересно узнать, вот именно как связано с ТФ, то есть вот я знаю, что ТФ, просто я в своей науке тоже с ТФ работал, ну как теоретически, вот, там, значит, скорость синтеза ТФ, ну или скорость прокачки там, да, она связана с потенциалом мембран, в котором встроено ТФ. Соответственно, изменение, по идее, изменение, при старении вот этой потенциальной мембраны, как бы, какое-то, какое-то патологическое увеличение деполго потенциала, соответственно, некая негативно влияет на, почему-то там, на весь процесс, возможно, связан в том числе с образованием вот этого состояния MPTP Open, да, вот, хотелось бы понять вообще, то есть можно ли как бы, просто, допустим, если мы не берем пока само по себе, скорость синтеза, или скорость категория на другую сторону, может работать еще, да, там, этот АТФ синтеза, вот как, вопрос такой, как вот можно объяснить вот этот факт, который у Скалачева группы показан, с помощью гипотезы, что важную роль играет вот это состояние открытой-закрытой MPTP, или это как бы параллельные какие-то вещи? Да, вот, да, собственно, как бы вот Скалачев, он, по-моему, это была работа вместе со Старковым, вот, Старков был первый автор, вот, они показали, что продукция активная форма кислорода в выделенных метахондриях, она пропорциональна потенциалу, то есть, чем вот у нас выше потенциал, тем больше активная форма кислорода метахондрия делает, и чем у нас ниже потенциал, тем меньше она делает, вот, и дальше было очень много работы, и у меня в том числе, то есть, как бы есть по этому статья, вот, и я тоже периодически думаю, как-то к этому еще вернуться, вот, то есть, разобщители дыхания, то есть, как бы те молекулы, которые делают дырочку, маленькую аккуратненькую дырочку в мембране и позволяют протонам проходить обратно в клетку, минуя ТФ-синтазу, вот, они, во-первых, уменьшают эксистический стресс, и они уменьшают повреждения ткани при многих заболеваниях, при почте недостаточности, при сердечной недостаточности, при ишемическом инсульте, и ингибиторы, вот, разобщители дыхания, они очень хорошо влияют на диабет второго типа, они увеличивают чувствительность ткани к инсулину, в общем, то есть, это как бы так очень, как бы, вот, классная штука, вот, и, как бы, идея заключается в том, что ты делаешь маленькую дырочку, вот, которая только, ну, специфична только для протонов, вот, и, как бы, протоны быстро-быстро-быстро, то есть, потому что все равно вот этот, как бы, процесс переброски протонов через ЭТФ-синтазу, он будет медленнее, чем если вы просто сделаете дырочку, и они вот по электрохимическому градиенту потекут в матрикс, вот, и за счет этого потенциал падает, и, безусловно, то есть, как бы уменьшается выработка ЭТФ, вот, и, собственно, то есть, как бы, главная проблема сейчас с разобщителями, то есть, почему они, я как, ну, то есть, ну, на самом деле, как бы, вот, качки, они, ну, качки, как сказать, по-научному, бодибилдеры, вот, они, как бы, кстати, вот они пьют один из таких кондовых разобщителей, динитрофенол, вот, потому что, вот, в том числе, как бы, разобщители, они позволяют уменьшить жировую ткань, потому что в митохондрии, как бы, им все равно нужно много энергии, вот, и они начинают сжигать жирные кислоты, вот, но проблема с разобщителями в том, что, да, то есть, как бы, вот, с одной стороны, да, уменьшаешь продукцию активной формы кислорода, если ты слишком сильно уменьшишь продукцию АТФ, то ты умрешь, потому что сердце не будет биться, мозги не будут работать, им нужно много АТФ для работы, вот, и, то есть, как бы, как бы придумать такой вот безопасный разобщитель, вот, и, на самом деле, как бы, то есть, как бы, да, то есть, как бы защитный эффект разобщителей, он, ну, по крайней мере, то есть, вот, так сказать, как бы, вот, в нашей группе, и, вот, в тех группах, с которых я общалась, мы, как бы, скорее думали в сторону уменьшения кислородного стресса, вот, а не в сторону уменьшения продукции АТФ, вот, и, как бы, с Кулачевым, у него такая есть умозрительная концепция, что, как бы, это связано с тем, что, чем, как бы, у нас, ну, то есть, как бы, это известный факт, что, как бы, чем выше потенциал, вот, тем, как бы, труднее протолкнуть протон, вот, из матрикса в межмембранное пространство, вот, а если у нас, как бы, нормально работает цикл Крепса, электроны продолжают поступать на цепь, вот, и, как бы, то есть, данная на дыхательную цепь, и, вот, как бы, вот движение электронов по цепи, оно, как бы, сопряжено с проталкиванием протонов, если ты не можешь протолкнуть протон, то электрон не может дальше, как бы, двинуться к следующему ферменту, вот, и когда у нас накапливается здесь, по-моему, 4 электрона на цитрах армоксидазе, то 4 электрона превращают кислород в воду, а если мы просто сбросим 1 электрон на кислород, то кислород превращается в супероксид, собственно, в одну из активных форм кислорода, вот, и, собственно, то есть, как бы, вот, ну, то есть, известно, например, то есть, То есть если мы выделим митохондрии и не дадим клетке АТФ, то они быстро-быстро-быстро создадут очень высокий потенциал, а дальше он не будет расти, потому что уже не хватает силы ферментам дыхательной цепи протащить протон дальше. И это приводит к тому, что начинается активный форм кислорода, потому что если цикл Крепса продолжает крутиться и электроны продолжают поступать, то они начинают первый комплекс, третий комплекс, они берут электрон и, поскольку они могут потащить протоны, они тут же сбрасывают на кислород. И за счет этого резко возрастает количество супероксида, супероксид дает начало перекиси и так далее. Дальше пошло-поехало. Да, мы сейчас закончим. И как бы Скулачев говорит, что за счет того, что мы чуть-чуть сбрасываем потенциал, мы увеличиваем количество электронов, которые доходят до конца цепи, сбрасываются на кислород с получением воды, уменьшаем количество электронов, которые сбрасываются на полпути и делают активный форм кислород. Вот извините, да, ваш вопрос. Крепс, который дезабалансирует всю дыхательную цепь, в результате чего, соответственно, начинается активный кислород, гиперзакачивание в межмиградное пространство паратонов, а дальше уже клетка пытается что-то сделать. Возможно, этот механизм, он один из способов клапана, сброс лишнего потенциала. И при этом он, если клетка находится в постоянном режиме таком негативном, то есть это некое, в редких случаях каких-то метаболических, это происходит, и клетка может быстро избавиться от этого дела. А если это хронически проучается, что хронически перегружается к электронно-транспортной цепи, хронически перекачивается, слишком много закачивается протонов, то дальше эта штука просто начинает работать на воптоз, получается. Да, я не стал сюда вставлять, но это известный факт, например, ишемическое прекондиционирование работает через кратковременное открытие этой поры. То есть эта пора может, условно говоря, дышать, она может открываться-закрываться и чуть-чуть подсбрасывать потенциал, подсбрасывать кальций. То есть не то, чтобы она на самом деле все время находится, то есть закрытая MPTP, открытая MPTP – это такое оверсимплисити, это такое упрощение. На самом деле она в физиологическом состоянии, она дышит, она чуть-чуть открывается-закрывается, чуть-чуть открывается-закрывается. И, например, я говорил о циклоспорин А, который предотвращает открытие поры. Если вы ведете животным циклоспорин А, потом сделаете им ишемическое прекондиционирование, а потом сделаете ишемическую тренировку, а потом сделаете длительную ишемию, то ишемическая тренировка не будет работать, потому что циклоспорин А намертво затыкает поры, она перестает дышать. И то же самое будет, если вы сначала ведете животным антиоксиданты, потом сделаете ишемическую тренировку, потом делаете длинную ишемию, опять не будет защитного эффекта, потому что, по всей видимости, ишемическая тренировка увеличивает продукцию активной формы кислорода, активной формы кислорода приводят к кратковременному открытию поры, и это запускает сигнальные пути, или, видимо, подсбрасывает потенциал. И когда вы потом делаете длительную ишемию, то есть это протоксальный факт. То есть если вы ведете антиоксиданты перед ишемией, перед длительной ишемией, вы защитите орган. Если вы ведете антиоксиданты, потом делаете ишемическую тренировку, потом длительную ишемию, вы, наоборот, орган повредите. То же самое с циклоспорином. Если вы просто ведете циклоспорин, потом делаете длительную ишемию, у вас будет защита. А вот если вы ведете циклоспорин, сделаете шумическую тренировку и потом делаете длительную шумию, у вас, наоборот, будет еще хуже. И, может быть, это та причина, почему так и не удалось найти клиническое применение антиоксидантам, потому что они в том числе убирают вот этот защитный механизм от ищущей поры. Ну да, то есть, если не получается, система застреливает в комнатном состоянии, она перестает адаптивно реагировать на какие-то вещи. Да. Ну и по всей видимости, то есть, как бы кликирование приводит к тому, что как бы пора, она, то есть, вот как бы в ответ на вот этот маленький повреждающий стимул, маленькое количество, маленький такой вот окислительный взрывчик, вот, она, видимо, открывается слишком сильно уже, а не чуть-чуть. И происходит повреждение. Ну, то есть, равновесие смещается в сторону, там, какого-то, там, другого состояния. То есть, вот эти колебания тоже могут происходить, но они в другом, как бы, относительно другой величины, то есть, вот базовой. И получается не то, что как-то, видимо. Все очень интересно, на самом деле. Мне кажется, прямо где-то тут зарыт собакой. Сколько чего понятно, смесь отоганов что-то говорит? Я думаю, уже готов раскрутить тайну. А какая максимальная, может быть, временная разница между вот этим, получается, ишемической тренировкой и длительной ишемией? Там очень интересно, там, как бы, есть так называемых два окна. То есть, ишемическая тренировка, она работает или непосредственно перед ишемией, то есть, вы делаете ишемическую тренировку, и почти, ну, и потом, там, тут же, там, в течение, там, нескольких минут, десяти минут вам нужно сделать длительную ишемию. Или вам нужно делать уже, как бы, окно в несколько часов, вот, или даже дней, вот, потому что, ну, даже много часов, то есть, там, если вы, там, делаете ишемическую тренировку через час, то у вас уже не будет защитного механизма. Поэтому, то есть, как бы, считается, что, как бы, есть, так сказать, как бы быстрые, как бы, сигнальные пути, вот, и, как бы, эффект уже, там, через час, через два часа теряется. И есть какие-то, как бы, вот, длительные сигнальные пути, которые, наоборот, запускаются, там, через восемь часов, через день и начинают защищать, вот. И, может быть, и еще, на самом деле, очень интересно, что ишемическая тренировка, она, было показано, что она может работать удаленно, то есть, вот, если вы подвергаете орган ишемии, то из него, в том числе, выбрасывается что-то в кровь, ну, как бы, есть очень сильные подозрения, например, эритропоэтин, вот. Вот, и он запускает сигнальные пути, которые действуют на киназо-гликоген-синтазы, вот, и закрывает пору, и, то есть, да, это было показано, что, например, можно, например, сделать ишемию лапы, и потом, там, через много часов сделать ишемию сердца, сердце будет меньше повреждаться, в сердце будет больше заингибированный киназо-гликоген-синтазы, вот. Вот, и, то есть, насколько я знаю, это пробовалось на людях, то есть, да, вот, скорая забирает человека, ну, и, в том числе, еще очень интересно, что, опять-таки, ишемическое прекондиционирование, оно еще работает, и ишемическая тренировка, ну, как бы, она уже не совсем тренировка, она уже посттренировка, она работает и после ишемии, то есть, вот, если сделать сначала ишемию, а потом тут сделать, как бы, вот, короткую, опять, вот, сделать длительную ишемию, а потом короткую ишемию, вот, то это тоже придет защитному эффекту, И поэтому пробовали делать такое на людях. Человек приезжает скоро, забирает его с импарктом миокарда, и ему просто манжетой на 5 минут пережимают руку, отпускают на 5 минут, снова пережимают. И там вроде бы предварительно были какие-то обнадежившие результаты, но, насколько я понимаю, это так и не вошло в клинику. Возможно, потому что этот эффект не работает на старых, а может быть просто потому, что трудно поймать правильное окно. А насколько, наоборот, максимально долгий период может быть? Или это именно какие-то окна, то есть какие-то ты там можешь на следующий день сделать, но только в определенные часы после того, как произошла вот эта тренировка? И количество тренировок вообще влияет? Ну, мой софт-лап, он шутил, что если у вас есть атеросклероз, и вы уже подозреваете, что у вас в обозримом будущем может случиться импаркт миокарда, вам нужно каждое утро вставать, прижимать ремнем бедро на 10 минут и быть готовым, потому что будет импаркт на следующий день, вы уже себя защитили. Вот. На животных показано, что на самом деле эффект может сохраняться до, по-моему, до недели. Немного биохакинга от Станислава. Ну, мой софт-лап, он любил всякие как бы вот придумывать безумные идеи, например, когда вот эта вся началась тема с равнообратной микробиоты, он говорил, что опять-таки вот нужно утром, значит, сделать бутерброд, уронить его на пол, только после этого есть, и тогда вы будете здоровее. Так что я бы, ну, не стал бы, так сказать, принимать все советы за флагом. Но, знаете, тем не менее, то есть вопрос, который лезет на поверхности, а как там медикаментозно смоделировать эфемическую тренировку? Может, давление там уронить два раза, сердце замедлить? Есть идея там. Я подозреваю, что все работает через этот самый, через ЭНО, через оксид-казур. Вот, и там, допустим, какие-то газы, там, типа ЭНО. А, наркомания, по-моему. Думаешь руку, а работать на сердце, да, когда он через другой орган идет, да? Возможно, какой-то газ, например, выделяется. Или там ЭНО-синтаз включается. Не знаю, как это работает. Можно, допустим, подышать этим самым ЭНО-газом. Короче, выселящий газ от Алексея Алексеева. Не, мы не знаем. Короче, вот. Отпасный биохаки. Нет, ну, не знаю насчет газа, но то есть что-то такое. То есть что-то стимулировать эти сигналы, которые я, соответственно, включаю в соответствующие там метаболические эти сигнальные пути. То есть это чисто сигнальная вещь, она метаболическая. И как бы оно тогда типа профилактирует, я так понимаю, наверное. Да, вы прямо угадали. Действительно, то есть есть работы, которые показывают, что если уже, ну, то есть после ишемического прекондиционирования возрастает экспрессия I-NOS, inducible I-NOS synthase. Вот, и если делать ишемическое прекондиционирование на животных, у которых сделан нокаут этого гена, этого белка, то ишемическое прекондиционирование действительно пристает работать. То есть там действительно есть важный сигнальный механизм от ИНО. Боже мой, я уже столько лет не говорил по-русски о науке. Боже мой, как это по-русски? Нитрит азота. В общем, anyway. Вот, да. Вот. То есть это действительно так. Вот. Но на самом деле как бы фармакологически, то есть это исследовалось. И я знаю, что это еще было до, ну, не знаю, там лет... Ну, это прямо давно уже было. Вот. На рынок был выпущен препарат, так что он называется Никарандил, вот, который как раз вот его показания лечения инфаркта миокарда, подозвращения некроза. И он как раз действует на сигнальные пути ишемического прекондиционирования. И там как бы тоже один там, например, из сигнальных механизмов – это калевый канал, который его активно зависит от концентрации АТФ. Вот. Он есть в митохондриях. Один из изофармакализованных в митохондриях. И как бы вот его активация, она тоже важна для ишемического, ну, то есть как бы вот для ишемического прекондиционирования. Вот. И, по-моему, вот этот Никарандил, если я правильно помню, он как раз вот действует на вот этот канал. Ну, и на самом деле, то есть очень многие, то есть как бы вот инсулин. Инсулин будет ингибировать кинозоликоген синтазы и будет ингибировать МПТП. То есть, я, ну, то есть, как бы, да, например, у меня есть статья, где мы просто взяли, например, хлорид лития. Вот. Мы знаем, что как бы он ингибирует кинозоликоген синтазы. Вот. Ну, хлорид лития – это такой, как бы, древний психиатрический препарат, который, так сказать, раньше использовали как антиолитик, снижающий тревогу. Вот. И мы, например, взяли еще один опиоидный анальгетик, вот, потому что мы, опять-таки, посмотрели по рецепторам, и его, как бы, пути тоже должны сходиться на кинозоликоген синтазы. Мы его ввели животным, увидели, что у нас становится больше фосфолиарированной, то есть ингибированный кинозоликоген синтазы. Мы, так сказать, сделали семи почек и ополя, и хлорид лития, и вот этот долларгин, опиодный энергетик, они уменьшают поведение почки. То есть, на самом деле, вот с МПТП здесь, как бы, скорее даже не нужно изобретать препарат, нужно просто, вот, посмотреть сигнальные пути, и вы, скорее всего, найдете лекарство, которое, вот, вызывает действительный сигнальный путь. Другое дело, что, как бы, да, если вы ведете, если здоровый человек себе ведет инсулин, у него будет кома гипогликемическая, то есть у него упадет количество кухоза в крови, вот, мозг вырубится, вот. И, как бы, вот, и просто, как бы, здесь, ну, то есть можно просто, как бы, искать препарат, который будет в той дозе, в которой он еще не будет вызывать сильного побочного эффекта, но будет уже открывать, будет ингибировать кинозоликоген синтазы. И, кстати, метформин тоже, кстати, он тоже, было показано, что он тоже ингибирует открытием ПТП. Ну, вот и идея для стартапов, о которых говорили вначале. На самом деле идея не нова, потому что у нас даже в нашем научном центре такие вещества разрабатываются. Да. Скажу еще комментарий, что ГСК, это связано очень сильно с приростом age и с сигналингом range. Это лично попал в этом направлении. Окей, а как, что происходит? Точно уже не помню, хотел сейчас найти материал, свяжу в голове, обсудим в переписке лично. Сейчас сходу вспомнить не могу. Коллеги, вопрос по поводу инсулина, можно? Да. Вот получается, что инсулин, вот я смотрю по схеме, он как бы ингибирует этот МПТ, то есть он действует, то есть активирует, наоборот, ингибирует, соответственно, ГСК-3, а он, соответственно, ингибирует МПТ, то есть он как бы активирует вот эту негативную штуку, которые, в общем-то, нехорошие, она запускает апоптос. То есть получается, что питание, которое с меньшим пиком инсулина, получается, то оно полезнее для того, чтобы меньшее систему долбать, как в этом направлении, я так понимаю. Так я понимаю или не так? Ну, так сказать, ну, как я говорил вначале, так сказать, как бы мы не можем, то есть человеческий мозг не может, так сказать, вот взять вот эти все бесконечные сигнальные пути и посмотреть, как вдруг они друг с другом пересекаются, но мне кажется, что да, потому что, например, как бы в том числе сигналинг от инсулина, он подавляет, например, еще аутофагию. Вот, и такое как бы складывается ощущение, что как бы инсулин может как раз негативно, то есть вот сигналинг от инсулина может как раз негативно влиять в смысле старения. Ну, тоже знаменитый вот этот EGF-1, который я тоже люблю смотреть, то есть вот я подозреваю, что есть некие в организме, аномальный всегда EGF-1, который не видно, то есть вообще EGF-1 снижается с возрастом в крови, но он вроде как в некоторых тканях он вроде как активируется, возможно, меняются как-то вот эти вот связывающие булги, которые там, так называемые EGF-BP, вот, и в результате пробивает сигнал на эту цепочку, да, через вот API-3K, там PD-K-1 и так далее. Как будто вот здесь некое смещение вот этого сигнального пути идет, в результате есть смещение в сторону активации MPT. У меня такое интуитивное представление. Вы как, согласны? Может быть, вот, может быть, но это как бы нужно проверять экспериментально, потому что вот могут быть другие параллельные сигналы, которые как-то еще по-другому влияют, то есть может быть, да, но вот... Ну и GF-1, кстати, допустим, просто GF-1 добавляют, смотрят, допустим, на MPT, такое ведь было, не знаете? Надо посмотреть, не знаю, я не знаю, наверное, смотрели, вот. Не знаю, честно говоря. Ну вот я поэтому как бы, да, вот я поэтому извиняюсь, то есть, да, вот я там Мотел Лексус Калидой, который прям вообще как бы все знает, вот, я не такой уровня человек, вот, моя эрдиция ограничена. Нет, вообще очень клево все равно, очень интересный доклад, и рассуждения тоже интересные. Да, спасибо большое, очень много вот таких прям, кажется, с ключевых таких мемнистов, которые мы прям ходим вокруг них. И в вашем докладе как-то все как бы-то вот сразу много всего такого вкусного собралось. То есть, к зрению биологии старения. Ну, как бы мой, как бы на самом деле, как бы один из основных посылов в том, что, как бы вот старение проявляется в том, что изменяется, то есть, вот как бы реакция на стресс в том числе, то есть, помимо вот таких вот стабильных изменений, которые накапливаются, есть вот те изменения, которые мы не увидим, пока мы не подвергнем органину стрессу. И что, так сказать, ну вот, я не знаю, если будут слушать люди, которые занимаются, как бы вот биологией экспериментальной, то есть, ну вот, надо думать о том, что сигнальный, то есть, ну все равно большинство людей, которых лечат, это пожилые люди, и нужно думать о том, чтобы массово проверять свои сигнальные пути, не только на молодых животных, как сейчас все делают, но в том числе и на старых. То есть, ну мне кажется, то есть, вот такую вот, нужно менять парадигму в этом смысле. То есть, как бы сейчас уже дошли до того, что, как бы заставляют людей, потому что раньше вообще же эксперименты делались только на самцах, мышей или крыс, по большей части, потому что зачем связываться с самками у них, там вот, как бы вот этих эстрогеновых циклов у них, как бы будет большой работа с результатом, сейчас уже, как бы заставляют людей делать эксперименты на мышцах обоего пола, вот, а как бы следующий этап, нужно изменить парадигму и начать исследовать одновременно, проверять все и на молодых, и на старых животных. Я скажу больше, не только на молодых, но и на старых, нужно еще на средних, потому что подозреваю, что вот эти вот, перевод молодым к старым, там есть некая нелинейность, там, да, то есть, есть некий, возможно, там, такой довольно, ну, значимый переход, да, то есть, когда мы переходим к одному старым, происходит как бы неплавно, с каким-то, допустим, скачком. Вот посмотреть бы, поисследовать этот вот скачок, например, можно. Да, возможно, у старых мышей будет уже какой-то совсем же другой метаболизм, который уже адаптирован, и те, у кого они не адаптировались, те просто мыши и не выжили. То есть, это тоже нужно избегать такого, а то экстраполировать это на молодых, и на то, что можно сделать это, например, в молодом возрасте, потом поможет, ну, тоже. Нет, это не совсем так. То есть, вот, когда делают эксперименты на старых мышах, то есть, вот их делают на мышах, обычно, вот, ну, мышах-крысах возраста два года, и, то есть, как бы, у них до двух лет, у них смертность очень низкая, то есть, там, буквально, там умирает, ну, там, меньше 20% мышей, может быть, там, 10-15, вот, то есть, это не, то есть, как бы, вот, двухлетние мыши, это не аналог, скажем, вот, столетних людей, то есть, вот, прямо, вот, монстров, которые, вот, показывают чудеса долголетия. Нет, два года, это вот такие, вот, как, я не знаю, как человеческие, наверное, вот, там, 65-70, до которых доживает большинство. А если, кстати, возвращаться к этим периодам ишемии, которые можно смодулировать, а если делать эти кратковременные ишемии, и потом дорастить мышь, делать с разными интервалами, например, сделать только в среднем возрасте, или сделать со среднего возраста периодически, ну, периодически, наверное, понятно, нет, тоже непонятно же, посмотреть, не делали ли так, и не смотрели, в какой момент этот механизм как-то начинает перестраиваться и перестает быть ответ на длительную ишемию? Нет, наверное, таких работ не делалось, вот. Ну, да, это интересно, потому что, например, вот, в этой работе показывали, что, например, вот этот эффект исчезновения защитного эффекта синокардии у стариков, он, например, может чуть-чуть-чуть снова появиться, если, как бы, человек в течение жизни, ну, как бы, много занимался спортом, вот, ну, как бы, ну, как спортом, фитнесом, вот, физической активностью, вот. А, собственно, физическая активность, она же тоже немножко, ну, как бы, В этом смысле ишемия, ну или скорее гипоксия, то есть мы начинаем потреблять гораздо больше кислорода, гораздо больше глипозы, и это как бы чем-то похоже. То есть может быть действительно, если постоянно устраивать такую ишемическую тренировку в течение жизни, но просто как бы технически это трудно. То есть тебе нужен сотрудник, который будет каждый день приходить, пережимать сорока мышем лапу в течение двух лет. Технически сложно. Эйчди созданный. Мне кажется, Анастасия согласна поехать в Нью-Йорк и пережимать там Новогода, чем больше. Ну, подходит. Есть более простое предложение по поводу ишемии. Можно просто сажать мышей или людей в атмосферу с пониженным концентрацией кислорода. Смотри, что у них будет с точки зрения протекции вот этих ишемий. Кстати, есть же интересные тоже работы я видела про то, как смотрели людей, которые в горной местности живут. Там есть коренные, а я не помню точно работу, но я помню, они сравнивали, как меняется ответ на периоды, по-моему, как раз ишемии у людей, которые коренные и живут долго в какой-то горной местности, которые непродолжительное время там живут, и они их сравнивали. Тоже там было что-то интересное. То есть у них действительно меняется в целом метаболизм и ответ на кислород. То есть, скорее всего, если мы будем делать это постоянно, то мы увидим адаптации. Но если, например, сделать это не постоянно, а раз в год пережимать или раз в три месяца пережимать мыши, ну или понижать просто количество кислорода. У нас же на высоте тоже меньшее количество кислорода, поэтому это в целом такая, наверное, в целом похожая ситуация. Да, ну смотрите, то есть, во-первых, как бы насчет понижения концентрации кислорода, да, то есть такие исследования делались. Если вот посадить мышку в гипобарическую камеру, вот, и там будет меньше кислорода, потом делать ишемию, то есть, да, будет эффект как ушемического прокондиционирования, действительно так работает. Вот. И на самом деле есть очень интересная работа, которая показывает, что если почка не может вырабатывать ретропоэтин или у почки снижается выработка ретропоэтина, то ишемическое прокондиционирование, вот, отдаленное, то есть, когда вот вы делаете ишемию в одном органе, а защищаете второй орган, вот. Вот. Если при этом вот почка не может вырабатывать ретропоэтин, то вот этот эффект исчезает, и вот, а как бы ретропоэтин, он как раз вырабатывается в ответ на гипоксию, вот. И вот. А, кстати, да, и, кстати, да, кстати, вот, да, я вспомнил тоже еще как бы насчет препаратов, которые… Получается… А, черт, ну ладно. Гипоксия, ну, нужно комбинированную терапию, ну, кто о чем, а в Шиве Абане, это… Так нужно с ретропоэтином и давать гипоксию, а потом усиливать этот ретропоэтиновый сигнал. На каких качелях раскачивать организм? Точнее, не раскачивать, а наоборот, вводить в состояние гомеостаза нормального. Да, вот. И у людей, как бы, которые живут высоко в горах, я думаю, что, ну, как бы, у них должна быть повышенная выработка ретропоэтина, потому что им нужно больше ретроцитов, чтобы, как бы, вот, больше переносить к кислороду, вот. Я думаю, вполне это может работать, вот. И, кстати, еще очень интересно, что, как бы, многие анестетики, они тоже воздействуют на киназогликогеносинтазы, вот. И при этом также известно, что, как бы, большинство анестетиков, они приводят к падению кровотоков в почке, вот. И вполне возможно, что они тоже действуют через ретропоэтин. Я не помню, что смотрели в той статье, но я тоже, я думаю, я посмотрю и напишу тебе, если интересно. Да. Слушайте, наведите открытую дискуссию, пожалуйста, в наших чатах, чтобы, ну, чтобы другие люди вовлекались, читали и так далее. Это тоже важно, то есть тут скрытия информации нет у нас, а так мы еще больше вовлечем. Вот это и объясним механизмы действия, ну, и задачи, скажем, в биологической старении. Это важно обсуждать не только лично. Можно тогда просто в журнальном клубе все писать, чтобы как раз под статьей было обсуждение. А, например, да, например, да, да. Я хотел добавить, что, по-моему, у Виагра препарат такой, который, значит, вроде как, он что-то такое похожее действует, да? Да, был показан. Ну, собственно, его изначально, то есть как бы он увеличивает выработку ЭНО, вот, изначально, собственно, его, то есть он проходил клинические испытания как лекарства против сердечной недостаточности, вот. И как бы эти испытания, ну, я не знаю, то ли как бы они не показали эффективность, то ли как бы вот, ну, вот этот, ну, как бы начался эффект, что как бы вот мужчины, которые участвуют в клиническом испытании, они говорили, а можно я не буду возвращать как бы таблетки, которые я не допил, вот. Их спрашивали, почему, вот, они говорили, ну, знаете, так действует, вот. Я не знаю, может быть, они просто решили завершить клинические испытания, потому что, видимо, как бы решили, что есть более простой как бы способ сделать деньги, вот. Я не знаю, или он не показал эффективность, но как бы вот на мышах, да, я видел, то есть это вещество называется селденофил, вот, и на мышах было показано, что как бы оно как раз вот от ишемического заболевания, оно как раз очень хорошо защищает. Ну, то есть это легенде как раз. Ну, по той же легенде, я слышу, что оно просто не сработало по прямому назначению, это была другая контрольная точка. Ну, как, я думаю, что как раз вот у селденофила, у него, как бы он применяется уже очень давно и более-менее известно, что он безопасен, вот, ну, по камере, то есть, как бы людей, у которых нет проблем, ну, по камере, у здоровых людей, вот. Вот, ну, я думаю, да, многие смотрели фильм Елены Зягинцевой, где она убила своего мужа при помощи селденофила, вот, дала ему слишком большую дозу, у него было резко упало давление, он умер, вот. Ну, как бы вот, может быть, так сказать, как раз, так сказать, для комбинаторной терапии, не знаю, как бы один из вариантов, по крайней мере, как бы у здоровых людей это безопасное вещество. Интересно посмотреть механизмы, то есть, вот, если, допустим, другие, какие вот варианты вот в целом вот этой приконниционирования, да, какого-то гипоктического, или как вот там называется, не помню, который вроде как через эти каналы работает, через NTP, соответственно, NTP, вот какие варианты, соответственно, можно попробовать, как бы, тем самым сузить набор, как вы говорите, сложно разобраться в разных там сигнальных путях, вот, как раз сузить набор вот этих вот наиболее вероятных там сигнальных путей сейчас, которые происходят, да, главное. Работа с помощью просто какого-то такого набора экспериментов, да, то есть, чтобы мы, допустим, посмотрели, что, допустим, путь через AQT, допустим, он как бы наиболее часто работает, а путь, как бы через какой-нибудь PQC, он нам как-то так сбоку припек, то есть, чтобы какая-то приоритизация была, потому что сейчас много литературы, но как бы мы это интегрируем, но непонятно, как бы, что-то на что тут, ну, что-то главное, что-то тростепенное, и главное, что при этом, как бы, какой элемент, он смещается в ходе старения. То есть, мы до конца этого не понимаем, как я понимаю, вот, нужно как-то, ну, просто хотел ваше мнение узнать по поводу, как его можно вот это локализовать, вот это вот сложный, вот это вот в сигнальных путях, вот это вот какой-то, как бы главный путь или, там, один из главных путей, как это можно сделать? Ну, смотрите, значит, как бы вот циклофилин-Д, он является, там, и вот физическим регулятором открытия поры, то есть, вот он, когда фосфорилирован, он, как бы, садится на ТЭП-синтазу и, так сказать, меняет ее информацию так, что она становится. Вот, и, как бы, да, как бы, киназогликоген-синтаза, она является одним, вот, как бы, из таких ключевых регуляторов MPTP, потому что, вот, она именно, как раз, фосфорилирует вот циклофилин-Д. То есть, в этом смысле, то есть, если копать в этом направлении, то нужно смотреть, что еще фосфорилирует циклофилин-Д или, например, как бы, что ацетилирует циклофилин-Д, например, ну, потому что, как бы, ну, фосфорилированный такой, как бы, для большинства белков наиболее изученный механизм, но при этом, то есть, как бы, мог быть и другие модификации. Или, например, как бы, что биквитинирует циклофилин-Д и, как бы, отправляет его в протеосомы, вот. И, наверное, еще можно смотреть на трансфекционные факторы, которые регулируют саму экспрессию циклофилина-Д. То есть, вот, так вот я бы сказал. Нет, допустим, если посмотреть более ранние пути, более высоколежащие, да, то есть, допустим, вот есть там, допустим, мы пришли к поводу, что, допустим, GSK-3, там он как-то точно работает, то есть, можно даже не проверять. То есть, вот дальше напрямую, там, GSK-3, да, соответственно, он идет на вот цикл РФНД, а дальше уже открывается эта пора. Вот вопрос, а что активирует, конкретно что активирует, точнее, что ингибирует, точнее, наоборот, GSK-3 при старении, да, то есть, вот, есть, допустим, некая, ну, норма, да, то есть, там, физиология обычная, на кого там включается и включается, ну, как периодически, например, цифрически. А старение, оно его смещает на вопрос, как бы, какой из многих вот этих вот раз, два, три, четыре, пять этих белков, да еще есть какие-то там литий, я вижу, там, ингибируют, SB, не знаю, что это такое SB, вот, то есть, есть разные воздействующие вот этот комплекс воздействия, и, естественно, я бы вопрос был про то, как локализовать будет более высоколежащие эти пути. Как вы думаете, проще сделать? О, я не скажу, потому что, я не скажу, как это можно сделать шумозрительно или, так сказать, биоинформатическими методами, потому что сигнальные пути, они очень, они очень широко разветвляются, там, то же самое, например, АКТ, вот, АКТ фосфорилирует десятки других, белков, ПКА, наверное, чуть ли даже не сотни белков фосфорилирует, вот, МПК тоже десятки белков, там, вот, ПКС тоже сотни белков фосфорилирует, помимо, вот, и, то есть, как бы, да, и вот эти цепочки, они могут приводить потом к мигбированию киназоликогенцинтаза, и проблема в том, что, да, там, вот, ПКС или ПКА, то есть, они, как бы, в принципе, способны фосфорилировать там, ну, там, ну, то есть, там, реально, сотни белков, но при этом, то есть, как бы, не все эти белки в данном, в данной клетке экспрессируются, или они экспрессируются в разном количестве, вот, а еще добавьте сюда, например, микро-РНК, вот, которые тоже по-разному экспрессируются в разных тканях, которые тоже влияют на экспрессию белков, и это получается настолько сложная, то есть, как бы, сложная сеть с таким большим количеством переменных, что я просто не представляю, как вот на более, так сказать, вот, высоком уровне, ну, как-то, в английском это очень хорошо называется, upstream и downstream, то есть, выше-ниже по течению, вот, то есть, вот, когда мы забираемся гораздо выше по течению, ну, вообще, как бы, вот, очень трудно, ну, то есть, как бы, я умозрительно вообще не могу предсказать, может быть, биоинформатически это как-то можно построить, но, как бы, я не биоинформатик, то есть, как бы, вот, мой принцип – это посмотреть на сигнальные пути, увидеть, что там есть кинозликоген синтазы, дальше, вот, колоть это вещество мыши и посмотреть, увеличилось или снизилось у нас фосфолиарирование кинозликоген синтазы, вот, я себе представляю, вот, как бы, только такой способ проверки, вот. Ну, то есть, идея возникла, допустим, разорвать цепочку, допустим, от инсулинового ИЖФ-1 рецептора, вообще разорвать, чтобы не шел сигнал ниже, дальше, ну, там, и у молодых, у старых, и потом посмотреть, будет ли какая-то вообще, ну, там, что-то изменится или не изменится, если это, как бы, после этого главный эффект пройдет, допустим, то есть, раньше была разница между молодым и старым, а если мы оборвали эту цепь, она пропала, допустим, да, там, молодые и старые стали, там, одинаково себя вести, то это, как бы, прямое доказательство, что вот эта цепь главная, потому что если разорвать другие цепочки, такой эффекта не будет, например, то есть, можно по одной разорвать вот эти вот эти вот непосредственно от рецепторов, да, наклеточных, просто вот так идти подряд, разорвать по цепочке, смотреть, будет ли сохраниться эта разница, не сохранится, И то, когда мы разорвем главную, или, допустим, один из главных, два или три главных, то именно на них будет эффект нивелируется. Ну, если так представляю. То есть это чисто экстрементально можно сделать, я думаю. Такая мысль. Да, ну... Нет, конечно, да. То есть, да, например, у нас... Я просто не знаю, как молекулярные механизмы, да, например, вот при ожирении развивается инсулин. Инсулинная резистентность, и там вот что-то такое меняется в белках, которые вот действуют прямо вот высоко по течению, прямо вот совсем рядом с инсулиновым рецептором. Вот, инсулиновый рецептор инсулин связывается с рецептором, и как бы сигнал не идет дальше. Конечно, такое можно сделать, посмотреть, как это повлияет на открытие-закрытие MPTP. Но что делать дальше с этим? Потому что если у нас... Потому что как бы инсулин, помимо этого, делает много других вещей в организме, в том числе и полезных. Уменьшает количество глюкозы в крови. Вот. То есть, как бы мы можем прицельно посмотреть, как там как ингибирование там рецептора инсулина или там какой-нибудь чекаплод рецептор. То, что вот здесь, ну, вот эти вот субъединицы вот этих G-связанных рецепторов. Вот. То есть, можно там ингибировать эти субъединицы, смотреть, как это влияет на MPTP. Но если мы хотим понять, какой это будет... То есть, это будет как бы вот эффект на очень узкий биологический феномен. А если мы хотим понять, как это влияет на старение, нам это ничего не даст, потому что мы получим кучу других побочных эффектов. То есть, в этом случае, как бы с точки зрения, то есть, как бы с этой точки зрения, как бы в смысле старения, как раз надо действовать... То есть, если мы считаем, что нам нужно как-то с точки зрения, как бы борьбы со старением повлиять на MPTP, нам нужно что-то делать вот в районе прямо вот самой АТФ-синтаза или циклофилина D, потому что тогда мы будем создавать минимальное количество побочных эффектов. Но также... Есть системный... Можно я покуротко. Если мы предположим, что есть некий системный эффект, да, то есть, допустим, не только на MPTP, там к старению не определяется только MPTP, есть куча всего. Если мы хотим подняться по следственным причинам связи повыше, то это как и локализация этого момента позволит, как бы... И мы знаем, в принципе, это как бы и так известно, МТОР, да, известная штука там. Это в многих работах встречается есть со старением. То есть, вот, если мы, допустим, мы точно скажем, что дело именно в этом пути, вот это именно цепочка PI3K и PDK1, вот это главное, а остальное все не важно. Именно оно является главным предположимым, да, главным. Соответственно, проблем в каком-то там сигналинке, неадекватном сигналинге GF1. Дальше, получается, наука может сконцентрироваться именно на том, выяснить, а откуда берется неадекватный сигналинг лицсулина GF1, и что если его вернуть в адекватное состояние на системном уровне, например, то эта проблема решится само собой, дальше будет адекватный сигналинг, дальше будет адекватный ампетит, да. Уже с этим не надо будет бороться, потому что мы решим проблему на болевый высоком уровне, понимаете. Вот, это если это как бы, мы уже выходим на физиологию, ну, там, на системную биологию, грубо говоря, да. Дальше, а откуда, откуда, а кто меняет этот сигналный GF1 инсулина, на высшуюся по течению, а как там работает жировая ткани, печень, там, ну и так далее. Сразу начинаются такие вопросы на системном уровне, потому что, на мой взгляд, как бы, может быть, вы сам не согласитесь, но, как бы, с точки зрения именно эффекта, да, как бы, результат, там, рыбосостоянием, заниматься исправлением каких-то, там, не золотом уровня, да, каких-то, как бы, это, там, нарушений. Их там, может быть, не, их там много-много, может быть, разных нарушений, и под каждое нарушение нужно придумать свой какой-то хак, как его исправить. То есть, ну, если мы, предположим, что мы работаем в парадигме в базе программы, что есть некие системные нарушения, которые, как последствия, приводят, там, уже на уровне, к леточным, локальным нарушениям, тогда можно более стратегически верно, на мой взгляд, разбираться с вот этими системными нарушениями. Вот, ну, у меня такой тезис, можете его согласиться. Мне кажется, они же могут еще и компенсироваться как-то, скорее всего, эти пути. То есть, что-то же, не только же все его ингибирует, есть какие-то пути, которые будут в ответ на... То есть, не факт, что мы увидим такую прямую зависимость. Возможно, нам нужно отключить все эти пути, или, наоборот, усилить все эти пути, чтобы он действительно увидеть... То есть, мы не увидим, что один из них главный, потому что они могут скомпенсировать как-то друг друга, и нужно действовать на несколько, которые не смогут друг друга в будущем скомпенсировать. То есть, например, ну, не знаю, на какие-то еще активаторы... Экспрессия G-SK3. Так, можно я отвечу? Ну, смотрите, если бы у старения был бы какой-то очень простой системный механизм, то его бы уже давно открыли. То есть, вот все такие вот простые системные механизмы, например, вот там регуляция ретропоеза происходит через то, что у нас там HIF-1-альфа идет ядро и запускает экспрессию ретропоэтина, вот, и ретропоэтина запускает продукцию ретроциты. Вот, такой простой системный механизм, как бы он открыт. То есть, да, то, как там регулируется давление с помощью ренино-ангиотензиновой системы, вот, как бы вот, это как бы тоже все открыто и понятно. То, что, как бы, старение занимает умы, как бы, ученых десятки лет, и до сих пор мы не обнаружили вот какой-то такой вот простой один там фактор, типа, вот, как бы берите там HIF-1 и восстановите старение, вот. Ну, то есть, говорит о том, что, как бы, видимо, старение не проявляется на каком-то вот с помощью там одного-двух каких-то вот системных эффектов. Вот. Давайте я ворвусь с организационными вопросами, потому что я вот... Настя Горбатенко, а может быть, ты поможешь, ну, организационно, вот, чтобы вот составить вопросы, и вопросы не только по лекциям, но и по сегодняшней дискуссии, чтобы у нас было, может быть, две пачки вопросов, и на русском, и на английском их сделать. Да, конечно. Ну, то есть, это просто как драйвер, то есть, их делает Станислав, а ты выступаешь неким драйвером, там, типа, напоминателем, там, что вот давайте это сделаем, давайте это... Ты не против? Нет, нет, я за. Я уже... Ага, я и, ну, и Станиславу второй раз спрошу, потом... Да, да, хорошо, да, я понял, да, я сделал. Это как в исламе, то есть, ну, несколько раз спрашиваю, ну, там, а свадьбе идет речь, но я не знаю, зачем сейчас я это вспомню. Забудьте сейчас, забудьте все это. Не все вот это сейчас. Вот. Окей, да, отличное предложение. Ну что? Я бы, на самом деле, да, предложил бы уже заканчивать, вот. Да, да, да. Я бы хотел бы уже... Мы тебя и так замучили. Спасибо, невероятно интересно, невероятная перспектива. Хорошо бы, чтобы вот наша дискуссия, у нас есть все равно вот идеи, какие-то, ну, экспериментов, стартапов, хорошо бы их превращать потихоньку, чтобы можно было и формить их, заявку куда-то кинуть. Ну, такая у нас публичная деятельность, открытая, что давайте вот делать такой открытый проект. Вот у нас дискуссия, вот мнение ученых, специалистов, и вот можно финансировать такую-то работу. И это не то, чтобы очень высокая вероятность получить от нескольких дискуссий финансирования, но такой шаг к осмыслению, к подготовке проектов. Ну, это было бы, мне кажется, и интересно. Тем более сейчас очень много проблемы, вот эта идея открытых, радикально растет экспериментов, она нарастает и, может быть, займет свою нишу. Вот. Также, Станисов, я бы предложил тебе, ну, может, в какой-то момент, ну, в охотку, это проверить. У нас с тобой уже не раз сталкиваемся, там, на полях социальных сетей, вот с разной позицией о том, что должен ли ученый, может ли ученый, и вот вообще и хочет ли ученый. Это, ну, продление жизни, и вот вообще, как это соотносится с, ну, вот, с научным интересом, и вообще с другими целями, задачами. Является ли она вообще идея, ну, вот, идея продления жизни человека, является ли необходимой для исследовательского процесса? Это такая, на самом деле, нетривиальный вопрос, то есть, мне кажется, и не имеющий однозначного ответа. Такую дискуссию мне бы с тобой было бы интересно провести, если ты как-то… Да, можно попробовать, да, потому что, ну, как бы все равно, как бы, наука, она является таким продуктом социума, вот, как бы мы отвечаем, как бы на те задачи, которые, как бы нам, как бы ставит общество на самом деле. Вот, поэтому, да, это была бы интересная тема. Ну, мы так же являемся и сами частью общества, и подвигаем ставить задачи общества на те или иные, ну, видеть возможности общества для решения каких-либо социальных задач. Ну, давай, да, это, мне кажется, ну, может, в течение, там, 10 дней провести такой зум, и такой типа… Да, можно, да. А на этом зуме мы бы отработали такой формат, формат спора, ну, даже не спора, не то, что там люди не в традициях, там, российского телевидения, там, что вот это, давайте друг друга покроем херами, но, что было бы мило, конечно, и вызвало определенный интерес, и, может быть, такая стоила бы ценировку сделать. Ну, я думаю, вот можно придумать какой-нибудь регламент с ведущим, и мы бы такой формат попробовали, такой общий философско-психологический, антропологический разговор. Да, ну, просто как бы нужно понимать, что как бы я в социальных сетях обычно пишу как бы очень резко и агрессивно, вот, а в личной беседе я такой очень мягкий человек, потому что, ну, как-то вот социальные сети, они располагают, потому что в себе просыпается такой агрессивный живот. Так что не ожидайте, что как бы в личной беседе я прямо вот буду таким же, как в комментариях. Да, я не ожидаю, собственно, поэтому мое предложение. Я-то наоборот, это я шучу, то есть я могу по-разному быть в социальных сетях и лично. У меня есть опыт политических дискуссий с драками, ну, это давние времена, когда я рассказывал о партии пенсионеров, не знаю, зачем я это вспомнил. Ну, чтобы, знаешь, это как вот боксеры, друг, перед началом боя, они стращают друг друга. Я тебе так ударю, я тебе так ударю. И вот это начался период у нас. А вот у меня как раз вопрос по формату. Возможно, не стоит ограничиваться диалогом между двумя людьми? Возможно, в этом разговоре могут несколько человек... Не-не, мы сделаем диалог, потом обсуждение. Нет, формат как раз вот такой попробуем, ну, то же, как и с лекцией. Я вообще считаю, что лекции надо, и лекции тоже переходить на диалоги, они невероятно увлекательны. Когда лекцию рассказывают два человека сразу. Это очень мало примета, но в формате диалога как раз разбирается какая-то научная проблема, и люди вот с разных сторон это делают. Я бы, конечно, Алексей Алексеев позвал бы на такое дело. Вот когда в диалоге рассматривается какая-нибудь какая-нибудь такая штука интересная. Может быть, с Анастасией Великановой, как они видят или не видят метаболические переходы. Мне кажется, было бы интересно. Давайте. Извините, что я занял много эфирного времени. Я думаю, что можно... Не, 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 не. Я думаю, очень хорошо. Наоборот, это означает и дает возможность докладчику понять, что его хоть кто-то слушает. Это важно. Можно сделать просто по руке, то есть там есть в зуме такая штука, понятие руки. Соответственно... Не, 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 это... Перебивать друг друга, не давать сказать, это вызывает живой интерес из всех сторон. Мне так кажется. Наоборот, оживляет этот процесс. То есть идет такой... А еще там часть людей, наверное, вообще не разбирается в этих всех путях. Еще они тут рассуждают какие-то путь, какие-то дейские тришты, такое все. Да? Нет. Ну, то есть тут, мне кажется, уже как-то вот именно в лишнем подостроиться под аудиторию. Да, что есть там люди, которые прям хорошо погружены, да, вот эти мои, которые так как не очень. И, соответственно, чтобы каждая из категорий, она получала себе какой-то там, знаете, позитив, да, какой-то выхлоп, да, то есть от этой дискуссии. Вот. То есть тут... Да, вот я лично прорываю. В этом смысле мне как раз как бы понравилось, что вот как бы некоторые люди, по ходу, задавали очень как бы простые элементарные вопросы, но это было как бы хорошо, потому что они сразу как бы понимали, о чем идет речь. И мне кажется, да, то есть вот как бы нужно просто приветствовать, что как бы не... То есть, ну, как бы не нужно стесняться глупых вопросов, то есть, ну, потому что как бы иногда они могут казаться очень глупыми, но на самом деле они могут как раз очень затрагивать глубокие вопросы. даже если это определение, это тоже интересно, чтобы не потерять. Иногда непонимание базовых вещей, оно очень полезно, потому что, когда ты профессионально чем-то занимаешься, для тебя что-то является само собой разумеющейся, ты к этому привык и тебя тут спрашивают, а почему вот это само собой разумеющаяся вещь? Да, особенно с учетом того, что у нас есть разные парадигмы старения, есть такие системные подходы, есть такие стратегические. Леш, я что-то не встречал людей, которые бы сказали, да ой, давайте старение изучать не системно, давайте рандомно. Нет, не рандомно, я имею в виду, что есть на как бы идеологическом уровне какие-то люди делают упор, да, есть люди на пенточном уровне делают упор, и часто они, как вот я просто поддерживаю Станислава, что они как бы мало-мало пересекаются в обычной жизни, и они уже привыкли к работе своей, говоря, вот этой вот области, да, вот это как бы они выделили, да, своей научной, и им гораздо полезнее, когда они со стороны, я подтверждаю, да, что есть вопросы там, да, из немножко из другого вот этого аспекта, это как бы, с одной стороны, дает им понимание, что они тут как бы все-таки не должны сидеть в своем этом загончике, да, а с другой стороны, позволяет им вот это вот, вот так, правильно они все понимают, насколько они сами у него, у них все это, так сказать, выстроено, да, понимание, какие есть, естественно, всегда есть какие-то не темные места, да, не выясненные, вот как раз они локализуют результат такой дискуссии, так что это очень полезно, я его поддерживаю. Отлично, отлично. Ну, хорошо, большое тебе спасибо, на самом деле, несмотря на твои оговорки, лекция была блестящая, оговорки в смысле, что ты не, там, не такой прекрасный, как другие прекрасные, на самом деле, такой же прекрасный, вот, и очень хорошо, да. Спасибо. Вот, и, ну, и, короче, хотелось бы продолжать наш журнальный клуб и вовлекать больше людей, рассказывать о задачах борьбы со старением, борьбы со смертью, и, может быть, это еще помимо интереса к самой проблематике, еще и внесет свой вклад в тело мира, что вот есть все-таки задачи антивоенные, и привлечение, и трата туда ресурсов, она в миллиарды раз более разумная, чем все, что связано с убиванием людей. Да, ой, а можно еще, да, один, один маленький технический вопрос. У меня есть такая вообще проблема со словами-паразитами, то есть, на, и просто, когда я говорю, я себя очень плохо слышу, то есть, насколько вот в этот раз, например, у меня было много слов-паразитов. Не, отлично, да, не, не, очень, очень, очень лекция, и я не стал бы хвалить, я бы сказал, ну, нормально, спасибо, то есть, я не разбрасываюсь обычно. По крайней мере, это не мешало, то есть, как бы, и в целом начали... Да-да-да, но я не видел, и мне не понравилось. Потому что, как разговаривалось, уже вошло хорошо, то есть, вот, так что, в целом... Ну, если вот мы сели обсуждать лекции, я вот понял, что нельзя белую стену ставить, это надо человеку как-то делать фуфун, потому что, например, Алексей Алексеев сейчас сидит в каких-то шкафах, там, книгах о беспорядке бесконечном, и это же как-то оживляет, это делает более... Нет, тоже есть беспорядок, но как-то я не очень хочу... Да-да-да, ну, тут надо придумывать, да, придумывать, может быть, задники и так далее. Да, черт знает. Я за то, что форматы попробую всякие развивать, во-первых. То есть, методичность побеждает класс. Надо сделать 10 лекций, и тогда у нас будут курсы, мы его распространим, и так далее. Давайте я пару слов, когда хочу сказать, это скажу, раз еще готовые люди что-то слушать от нас. Вот смотрите, мы очень заинтересованы в подготовке образовательных курсов, причем разным способом подготовить контент, как самим делать, так и просто ссылаться на чужой контент, ну, какой-нибудь лекции в Стэнфорде, на двух языках, и на русском, и на английском, это в Стэнфорде, там, Гарварде, какие-то открытые лекции, а самим готовить упор, сделать на экзаменационные билеты, вопросы, то есть вот готовить по темам вопросы, а контент готовить как самим, так и другие, чужие лекции использовать, чтобы там не писать по 150 тысяч часов лекций, просто ссылки давать, и потом лекции. И если у кого-то, кто будет в рамках своей работы, деятельности, будет видеть какие-то интересные лекции, то скидывайте нам какой-нибудь чат, ну, допустим, журнальный, он может стать таким опорным для этого, и мы тогда сформируем образовательную программу такого нового трансгумунистического типа, потому что я хотел бы дать людям вот этот вопрос, который мы анонсировали со Станисовым, что наука находится в культуре, является ее частью в обществе. И вот я хочу это показать методично, то есть не просто вот ученые, это пресс-релиз, нужно знать, что ученые делают, а именно как происходит, ну, как взаимосвязан научный прогресс, политэкономия, какая-то антропологическая, антропологический взгляд на развитие, социологический взгляд на развитие общества, и так ждать и базовые вещи по молекулярной биологии, по генной инжи, по генетике, то есть такой комплекс, потому что у нас, ведь мы старение изучаем комплексное, а общество, оно такое же сложное, такое же комплексное, и его тоже нельзя, борьба со старением, она невозможна только в исследованиях молекулярных механизмов старения, нам нужны механизмы распространения мемов и распространения информации, убеждения людей, развития бизнеса, понимания рынков, различия, в том числе, рынков идей, если можно так сказать, и вот такие программы я хочу сделать, ну, конечно, упор к академической науке, ну, там везде академическая наука, после других академий, и вот такие курсы были бы, мне кажется, очень важные, я писал текст недавно про это, то есть я хочу повысить стволовость участников, если так можно сказать, а так можно сказать, я уже сказал, участников борьбы со старением, стволовость, чтобы люди могли, дифференцироваться в своей профессиональной деятельности в различные области, приносить свои навыки, использовать неожиданные какие-то навыки, которые могут быть полезны для результата, и заканчивая, один пример только, что одни из самых успешных людей, включая Скулачева, кстати, это люди, которые сочетают в поле лонживити успешных людей, сочетают навыки бизнеса, предпринимательства и академического ученого, и когда у человека вот два таких сильных навыка, что он может развивать бизнес, и он хорошо понимает науку и делает науку, то тогда это, получается, самые успешные люди, ну, по крайней мере, еще не в создании лекарства старости, но в продвижении науки, в экспериментах, в развитии бизнеса, в развитии, ну, проведении экспериментов, то есть это самый эффект, и, соответственно, научить человека привлечь их в бизнес-среду, несмотря на то, что я раскладываю на профит и за некоммерческий подход, ну, бизнес я в широком смысле, и социальное предпринимательство имею в виду, и выдачу ученого навыки воздействовать на общество, хотя бы путем привлечения, там, 200 миллионов долларов своим идеям, это, мне кажется, такая важная задача, и важная образовательная задача, ну, и здесь тоже, ну, там, может быть, другой, там, не лекция, может быть, другой формат образования, но, тем не менее, мне кажется, это очень важно, и поэтому образовательная часть, она супер-супер важна, чтобы люди могли приходить в область ланживити, что-то больше понимать, и уже использовать свои навыки, там, режиссеров, блогеров, бизнесменов, организаторов, на благо продления жизни. Я тут хотел два момента обомнуть, да, во-первых, по поводу образования, полностью поддерживаю, я думаю, что можно, знаете, как взять, вот я знаю, вот есть программа, которая составит Тимофей Глинин, Глинкин, по биологии старения, мне она понравилась, но она такая, ну, как бы... Глинин, да, извините, вот, что можно сделать, есть вот знаменитая книга, вот ваша, Михаил, которая 2009 года называется «Научи тренды продления жизни», и там, значит, как бы на тот момент, какие ученые занимаются, значит, вопросами связанного со старением, биологией, старением, и вот как раз можно на эту тему как раз взять и сделать из этого научно-образовательной программы, да, несколько там курсов, допустим, там, мы видим, что вот эти люди занимаются мигрой РНК, там, белками, там, то-сё-тро-ливали, разные там биологии, значит, чтобы понимать, допустим, работу этого ученого, да, это вообще какой-то айтишник со стороны приходит, вообще биологии не шарит, чтобы он начал понимать все эти направления, хотя бы на уровне молекулярной биологии, там, в целом основы, да, мы понимаем, что нужно ему человеку дать, в общей биологии, там, какие-то специальные разделы биологии, так далее, чтобы он понимал, что написано в книге «Научные тренды продления жизни», вот, чтобы он понимал, что такое микро-РНК, что такое там биолог, как всё такое, не знаю, экспрессия гена, ну, такие самые базовые вещи, чтобы… Ну, зря, ты… К базовым вещам есть хороший курс на степике, извините, его можно просто порекомендовать людям, и это не обязательно делать самим. Вот я это и говорю, что не нужно делать самим, то, что уже сделано, есть великая хана-академия, просто они величайшие люди, просто это скомпоновать и просто сделать экстремляционные вопросы из всего, и всё, и давайте делайте вот вам туда, то есть ты не перегружаешь себя адским количеством контента, который, ну, просто его не переделать никогда, а с другой стороны ты движешь общество вперёд, что люди могут получать разные навыки, там, сертификаты, и… А наша будет задача сформироваться, ну, продвинуться для работы, то есть формирование рабочих мест в области продления жизни. Немного про другое, что вот есть, допустим, разделы, которые, допустим, в одном курсе, допустим, хорошо описаны, допустим, такие, там, генетика, в другом курсе хорошо написаны, там, микро-РНК, в третьем курсе хорошо написаны, там, ну, какие-нибудь, там, эти, эти… внехроничные визикулы, да, чтобы по каждой теме, допустим, да, вот, которая у нас есть, имелись, там, мы понимаем, в каком курсе, или в какой-то монографии… Да-да-да-да-да, мы согласны, абсолютно, да-да-да. Ну, вот этот темник, этот набор тем, он, мне кажется, только, как мы его можем составить, то есть, может, биология гигантская, там, биология не скажет, что учись у биологии, да? Вот, естественно, вот, как бы, именно сжать вообще всю биологию до тех тем, которые именно релевантны с точки зрения вопроса старения и указать, действительно, ссылки, то они обязательно сами делают материал, может быть, там… Да-да-да, но, единственное, что видеоматериал нужен, чтобы на это видео было, не просто там… Нет, 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 можно как раз поставить задачу, что, вот, помните, вот мы с вами работали, да, по межпечным матриксам видео делали, вот то же самое, да, то есть, вот, есть там специалист, который может, там, подготовить лекцию, и мы говорим, что так, ну, чтобы мы понимали, что эта тема не с бухты-барахты взялась, да, а она в списке, как бы, тем, которые, значит, нужно освоить, как бы, человек, чтобы понимать в целом эту… Я ровно так и хочу, да, это… Составляем темники. Изброшение, а можно я побегу уже? Да-да-да, извини, пожалуйста, тут началось все… Да-да, да, да, еще раз тебе огромное спасибо. Спасибо вам за организацию. Надеюсь, это будет полезно для многих зрителей. Берегите себя всем. Да, всего доброго. Спасибо. До свидания. Да, мы бесконечно готовы. Так, ну что, вот мы хорошо договорились с Настей, и вот что Настя у нас будет, это Станисову поможет, 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 это… Он сам, конечно, способный, но Настя поконтролирует вот это. И давай, Настя, мы это вообще глобально посмотрим, что действительно вот эти хорошие… Вот есть план, вот есть хорошие лекции, и давайте думаем там, кто нам поможет составить вопросы по лекциям. И все, у нас появится курс такой, а потом робот имени Данивы все будет ставить оценки. Он блестяще делает чат-ботов, которые все анализируют. Да, класс, хорошо. В целом можно вообще взять чужие материалы и сделать некий свой интегральный курс. То есть просто… Да, да, да. Надо сначала собрать просто мнение, мне кажется, у людей, которые в каждой теме шарят, какие нужно под темой изучить, нет? Смотри, тут можно их собирать, походу, но это не должно быть камня преткновения. Вот сейчас мы соберем что-то мнение, что-то их спросим. У нас достаточно компетенции участников чатов, чтобы высказать свое мнение. И это не бесконечно. Мы будем светилу писать. Вадим, скажите нам, что вы считаете. Вадим там месяц будет отвечать условно. А так мы сами вот это, это. Мы же можем всегда улучшить. Тут вопрос просто наличия вопросов. И вот этот интегральный курс, его можно считать с 10 лекций, а потом довольно быстро. И тут надо вот саму организационную работу поставить таким образом, чтобы у нас получилось очень быстро составить курс. А потом мы будем его улучшать. Вот есть там 10 вопросов по прошлой лекции. Вот давайте сейчас по этой лекции 10 вопросов. И так мы это вопросы, лекции, материалы, и так будем готовить. И у нас будет очень качественная, очень кайфовая штука. Потому что сейчас на YouTube зайти... Здесь, похоже, курс у Жаренкова был, по-моему, не знаю, как называется, на английском языке. Но он какой-то, знаете, во-первых, он небольшой совсем. И он как бы какие-то отдельные темы затрагивает, но он нет какой-то целостности. Нет, у Жаренкова быть не может целостности. Нет, именно что там, допустим, вопросы не потому что Жаренков, я его в целом уважаю, а к тому, что там некоторые моменты важные, просто упущены. Это была ирония, я бы сказал, самая ирония. Вот. Ну, то есть я к тому, что попытки такие есть, но не хватает именно, чтобы это было такой... Как бы каждый кулик хвалит свое болото, да? То есть каждый... Так мы возьмем много куликов и говорить, вот давайте это болото, не имея собственного болота, скажем, давайте все, вот ваше болото, мое все, геодезическая съемочка у нас тут из космоса. Это вот такие вопросы. Итак, мы это... Кулик за куликом, кулик за куликом. Часть территории, часть территории отвоевываем в узлах. Ну, то есть это очень большое дело. Если OpenLosivity потянет этот проект с образованием, это будет очень круто. Ну, слушай, тут какая... Гроза боятся руки девы. Вот мы взяли лекцию, только попа... Просто я понял, что мы... У меня была такая раньше идея, мысль, я даже начал реализоваться, а потом я забыл, что мы лекции делаем, а потом как бы, ну, спасибо большое и так далее. А теперь мы, лекторов, просим еще, а давайте нам 10 вопросов. И вот эти 10 вопросов, они будут фундаментальны, а потом мы и новые лекции прямо на эти 10 вопросов. И там вопросы, что и так далее. Тут вот сам механизм легкого получения контента и всего, и вопросов в том числе, потому что и проверки ответов, и нарастание лекций, ну, нарастание материала, потому что не одну только нашу, там, где статью мы разобрали, а вообще много чего. И вот это вот, если удастся это сделать экономично и быстро, то тогда все, это взлетит в проект.